Илья Айренбург. Люди, годы, жизнь. Книга первая. Издательство «Советский писатель. Москва, 1961 год». Читает Игорь Мурашко. Книга первая. 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 писателей, дошедшие до последующих поколений, условны, а порой находятся в прямом противоречии с действительностью. До недавнего времени Стендаль казался читателем-эгоистом, то есть человеком, поглощенным своими собственными переживаниями. Хотя он был общительным и эгоизм ненавидел. Принято считать, что Тургенев любил Францию, ведь он там провел много времени, дружил с Флобером, а на самом деле он не понимал и недолюбливал французов. Одни считают Золя человеком, познавшим различные соблазны, автором Нана, другие, вспоминая его роль в защите Дрейфуса, видят в нем общественного деятеля, страстного трибуна. А точный семьянин был на редкость целомудренным и, за исключением последних лет своей жизни, далеким от гражданских бурь, потрясавших Францию. Проезжая по улице Горького, я вижу бронзового человека, очень заносчивого, и всякий раз искренне удивляюсь, что это памятник Маяковскому. Настолько статуя не похожа на человека, которого я знал. Прежде легендарные образы складывались десятилетиями, порой веками. Теперь не только самолеты быстро пересекают океаны, люди мгновенно отрываются от земли и забывают о пестроте, о сложности ее рельефа. Иногда мне кажется, что некоторое потускнение литературы, которое во второй половине нашего века замечается почти повсеместно, связано с быстротой превращения вчерашнего дня в условный. Писатель очень редко изображает действительно существующих людей. Такого-то Иванова, Дюрана или Смитца. Герой романа — сплав, в который входит и множество встреченных писателем людей, его собственный душевный опыт и его понимание мира. Может быть, история романист? Может быть, живые люди для нее прототипы? И она, переплавляя их, пишет романы, хорошие или плохие? Все знают, насколько разноречивы рассказы очевидцев о том или ином событии. В конечном счете, как бы ни были добросовестны свидетели, в большинстве случаев судьи должны положиться на свою собственную прозорливость. Мемуаристы, утверждая, что они беспристрастно описывают эпоху, почти всегда описывают самих себя. Если бы мы поверили в образ Стендаля, созданный его ближайшим другом Мэри Мэ, мы никогда бы не поняли, как мог светский человек, остроумный и эгоцентричный, описать большие человеческие страсти. К счастью, Стендаль оставил дневники. Политическая буря, разразившаяся в Париже 15 мая 1848 года, описана Гюго Герценом и Тургеневым. Когда я читаю их записи, мне кажется, что речь идет о различных событиях. Иногда разноречивость показаний диктуется не сходством мыслей, чувствований. Иногда она связана с самой обычной забывчивостью. Десять лет спустя после смерти Чехова люди, хорошо знавшие Антона Павловича, спорили, какие у него были глаза — карие, серые или голубые. Память сохраняет одно, опускает другое. Я помню в деталях некоторые картины моего детства, отрочества, одни-то не самые существенные. Помню одних людей и начисто забыл других. Память похожа на фары машины, которые освещают ночью то дерево, то сторожку, то человека. Люди, особенно писатели, рассказывающие стройно и подробно свою жизнь, обычно заполняют пробелы догадками. Трудно отличить, где кончаются подлинные воспоминания, где начинается роман. Я не собираюсь связно рассказать о прошлом. Мне претит мешать бывшее в действительности с вымыслом. Притом я написал много романов, в которых личные воспоминания были материалом для различных домыслов. Я буду рассказывать об отдельных людях, о различных годах, перемежая запомнившиеся моими мыслями о прошлом. Видимо, это будет скорее книга о себе, чем об эпохе. Конечно, я расскажу о многих людях, которых знал, о политических деятелях, о писателях, о художниках, о мечтателях, об авантюристах. Имена некоторых из них известны всем. Но я не беспристрастный летописец, и это будут только попытки портретов. Да и события, большие или незначительные, я попытаюсь описать не в их исторической последовательности, а в их связи с моей маленькой судьбой, с моими сегодняшними мыслями. Я никогда не вел дневников. Жизнь была скорее беспокойной, и мне не удалось сохранить письма друзей. Сотни писем пришлось сжечь, когда фашисты оккупировали Париж. Да и потом письма скорее уничтожались, чем хранились. В 1936 году я написал роман «Книга для взрослых». Он отличается от других моих романов тем, что в него вставлены главы мемуарного характера. Кое-что я возьму из этой давней книги. Некоторые главы я считаю преждевременным печатать, поскольку в них речь идет о живых людях или о событиях, которые еще не стали достоянием истории. Постараюсь ничего сознательно не искажать, забыть про ремесло романиста. Камень всегда холоден. По своей природе он отличен от человеческого тела. Но с древнейших времен скульпторы брали мрамор, гранит или же металл, бронзу для изображения человека. Только когда перед ними вставали декоративные замыслы, они прибегали к дереву, хотя, конечно, дерево куда ближе к плоти. Камень прельщал потому, что он труден для работы. Притом он долговечен. В различных музеях стоят вереницы каменных статуй. Многие из них прекрасны. Все они холодны. Но порой статуя теплеет, оживает от глаз посетителя музея. Мне хотелось бы любящими глазами оживить несколько окаменелостей былого, да и приблизить себя к читателю. Любая книга — исповедь. А книга воспоминаний — это исповедь без попыток прикрыть себя тенями вымышленных героев. Я родился в Киеве 14 января 1891 года. 1891 — эта цифра хорошо памятна русским людям, да еще французским виноделам. В России был голод. 29 губерний поразил недород. Лев Толстой, Чехов, Короленко пытались помочь голодающим, собирали деньги, устраивали в столовые. Все это было каплей в море. И долго спустя 91-й называли «голодным годом». Французские виноделы разбогатели на вине того года. Засуха сжигает хлеба и повышает качество винограда. Черные даты для крестьян по Волжье неизменно совпадают с радостными датами для бургундских и гасконских виноделов. Еще в 20-х годах нашего века знатоки разыскивали вина, помеченные цифрой 1891. В 1943 году из Ленинграда вывезли в Москву по ледяной дороге вагон со старым Сент-Эмилион 1891 года. Сам трест попросил Алексея Толстого и меня проверить качество спасенного вина. В бутылках оказалась кисловатая водица. Вино умерло. Вопреки распространенной легенде, вино, даже самое лучшее, умирает в возрасте 40-50 лет. 1891 год. Какой далекой кажется теперь эта дата? Расти правил Александр Третий. На троне Великобритании сидела императрица Виктория, хорошо помнившая осаду Севастополя, речи Гладстона, усмирение Индии. В Вене благополучно царствовал Франц Иосиф, зашедший на престол в памятном 1848 году. Еще жили герои драм и фарсов прошлого столетия. Бисмарк, генерал Галифе, известный дипломат царской России Игнатьев, маршал Макмагон, Фогт, известный нашим студентам благодаря памфлету Карла Маркса, еще жил Энгельс, еще работали Пастер и Сеченов, Мопассан и Верлен, Чайковский и Верди, Уитмен и Луиза Мишель. В 1891 году умер Гончаров. Если представить себе сейчас 1891 год, мир внешне настолько изменился, что, кажется, прошла не одна человеческая жизнь, а несколько столетий. Париж обходился без световых реклам и без автомобилей. О Москве говорили «большая деревня». В Германии доживали свой век романтики, влюбленные в липы и в Шуберта. Америка была далеко за 3-9 земель. Не было еще на свете ни Жилео Кюри, ни Ферми, ни Маяковского, ни Элюара. Гитлеру было два года. Мир казался успокоившимся. Никто не воевал. Италия только присматривалась к Эфиопии, и Франция готовилась захватить Мадагаскар. Газеты рассуждали о визите французского флота в Кронштадт. Очевидно, Тройственному союзу будет противопоставлен франко-русский союз. Любители потолковать о высокой политике говорили, что мир спасет европейское равновесие. Россия была еще неподвижной. Александр Третий, разгромив народную волю, несколько успокоился. Правда, 1 мая в Петербурге была маленькая маевка. Правда, в Стамаре Ленин читал Маркса. Но могло ли это смутить всемогущего царя? Он приспокойно приложил руку к козырьку, когда во время визита французских кораблей оркестр исполнил Марсельезу. Он удовлетворенно говорил, «Вот уже заложена Великая Сибирская магистраль. Скоро можно будет в поезде доехать из Иркутска до Москвы». 1 мая было в Нове. В рабочем поселке Фурми на севере Франции в 1891 году полиция расстреляла первомайскую демонстрацию. Газеты писали, «Зловещие тени коммунаров оживают». В Германии был торжественно учрежден Пангерманский союз. Там много говорили о жизненном пространстве, о миссии Германии, о грядущих походах, и отцы будущих эсэсовцев кричали «Гох». Жорес писал, что победят не палачи Фурми, а рабочие, интернационалисты, защитники прав человека. Нет, уж не так далек 1891 год. Заваривалась та каша, которую наше поколение долго, старательно, расхлебывало. Жизнь каждого человека извилиста и сложна, но когда глядишь на нее с высоты, видишь, что есть в ней своя скрытая прямая линия. Люди, которые родились в тишайшем 1891 году, когда был голод в России и замечательное вино во Франции, должны были увидеть много революций, много войн, октябрь, спутников Земли, Верден, Сталинград, Освенцем, Хиросиму, Эйнштейна, Пикассо, Чаплина. 14 января 1891 года, тот самый день, когда в Киеве на крутой институтской улице, идущей от Крещатика вверх, к Липкам, мне суждено было увидеть свет, Антон Павлович писал своей сестре из Петербурга, «Меня окружает густая атмосфера злого чувства, крайне неопределенного и для меня непонятного, меня кормят обедами и поют мне пошлые дифирамбы и в то же время готовы меня съесть. За что? Черт их знает! Если бы я застрелился, то доставил бы этим больше удовольствия девятидесятам своих друзей и почитателей». И как мелко выражает свое мелкое чувство, Буренин ругает меня в фильетоне, хотя нигде не принято ругать в газетах своих же сотрудников. Что говорил Буренин о Чехове? Подобные средние таланты разучаются прямо смотреть на окружающую их жизнь и бегут, куда глаза глядят. Антон Павлович в январе 1891 года начал писать повесть «Дуэль». Я часто перечитываю Чехова и вот недавно снова перечитал «Дуэль». Конечно, на ней есть печать времени. Герой Лаевский, томясь в захолустье, мечтает, как он вернется в Петербург. Пассажиры в поезде говорят о торговле, новых певцах, о франко-русских симпатиях. Сюда чувствуется живая, культурная, интеллигентная, бодрая жизнь. Но о франко-русском сближении или о развитии торговли я знаю и без дуэли. Перечитывая повесть, я задумался о другом, о своей жизни. Лаевский слабый человек, запутавшийся и доведенный до отчаяния. Он столкнул с неба свою тусклую звезду, она закатилась и след смешался с ночной тьмой. Она уже не вернется на небо, потому что жизнь дается только один раз и не повторяется. Если бы можно было вернуть прошлые дни и годы, он ложь в них заменил бы правдой, праздность трудом, скуку, радостью. Свихнувшегося Лаевского обличает фон Коррен, человек точных знаний и очень неточной совести. Так как он неисправим, то обезвредить его можно только одним способом. В интересах человечества и в своих собственных интересах такие люди должны быть уничтожаемы. Непременно. Я не настаиваю на смертной казни. Если доказано, что она вредна, то придумайте что-нибудь другое. Уничтожить Лаевского нельзя, но так изолируйте его, обезличьте, отдайте в общественные работы. А если Горд станет противиться в кандалы, мы должны сами позаботиться об уничтожении хилых и негодных, иначе, когда Лаевский размножится, цивилизация погибнет. А вот что думает о беспощадном стороннике прогресса естественного отбора бедняга Лаевский. И идеалы у него деспотические, обыкновенные, смертные, если работают на общую пользу, то имеют в виду своего ближнего. Меня, тебя, одним словом, человека. Для фон Корена же люди — щенки и ничтожества. Слишком мелкие для того, чтобы быть целью его жизни. Он работает, пойдет в экспедицию и свернет себе там шею не во имя любви к ближнему, а во имя таких абстрактов, как человечество, будущее поколение — идеальная порода людей. А что такое человеческая порода? Иллюзия? Мираж? Деспоты всегда были иллюзионистами. В конце повести Лаевский, а с ним вместе, Чехов думает, глядя на разбушевавшееся море. Лодку бросает назад. Делает она два шага вперед и шаг назад, но гребцы упрямы, машут неутомимо веслами и не боятся высоких волн. Лодка идет все вперед и вперед, вот уже ее и не видно, а пройдет с полчаса, и гребцы уже увидят пароходные огни, а через час будут уже у пароходного трапа. Так и в жизни. В поисках за правдой люди делают два шага вперед, шаг назад. Страдания, ошибки и скука жизни бросают их назад, но жажда правды и упрямая воля гонят вперед и вперед, и кто знает, может быть, доплывут до настоящей правды. Дуэль Чехов, как я уже говорил, начал писать в январе 1891 года. Оглядываясь на свою жизнь, я вижу, что есть связь между моими мыслями, надеждами, сомнениями и тем, что волновало Антона Павловича, когда меня еще не было на свете. Я в жизни встречал много фон Коренов. Я часто блуждал, ошибался. И как Лаевский горевал от усклой звезде, которую столкнул с неба. И как тот же Лаевский восхищался грибцами, борющимися с высокими волнами. Теперь далекие континенты сделались пригородом. Луна и та стала как-то ближе. Но прошлое от этого не потеряло своей силы. И если человек за одну жизнь много раз меняет свою кожу, почти как костюмы, то сердце он все же не меняет. Сердце одно. Говорят, что яблоко падает неподалеку от яблони. Бывает так, бывает и наоборот. Я жил в эпоху, когда человеки часто судили по анкете. В газетах писали, что сын не отвечает за отца, но порой приходилось отвечать и за дедушку. Вряд ли и о деде можно судить по внукам. Несколько лет назад я прочитал в газете Монт статью о внуках и правнуках Льва Николаевича Толстого. Их около восьмидесяти. И разбрелись они по всему свету. Один офицер американской армии, другой итальянский тенор, третий агент французской авиационной компании. Поэт Фетт Афанасий Афанасьевич Шиншин кроме хороших стихов писал нехорошие статьи в журнале Каткова. Он обличал нигилистов и евреев, которых видел первопричину зла. Племенник Фетта Пузин рассказывал мне, что поэт незадолго до смерти узнал из письма завещания своей покойной матери, что его отцом был гамбургский еврей. Мне рассказывали, будто Фетт завещал похоронить письмо вместе с ним. Видимо, хотел скрыть от потомства правду о своей яблоне. После революции кто-то вскрыл гроб и нашел письмо. Иван Сергеевич Тургенев вспоминал «Я родился и вырос в атмосфере, где царили подзатыльники, пинки, колотушки, пощечины и прочее. Но, по правде сказать, окружающая меня обстановка не привила мне вкуса к кулачной расправе. Я никогда никого не бил». Тургенев сделал из своей дочки Пелагеи Полину. Выдал ее замуж за владельца стеклянной фабрики господина Гастона Брюэра и написал Анненкову «Хлопот была пропасть, но я вознагражден, вполне убежден тем, что дочь моя будет счастлива». Вслед за этим Иван Сергеевич начал писать «Дым», в котором показывал страдания замужней женщины. «О моих родителях я вспоминаю с любовью, но, оглядываясь назад, я вижу, как далеко откатилось яблоко от яблони. Я родился в буржуазной еврейской семье. Мать моя дорожила многими традициями. Она выросла в религиозной семье, где боялись и Бога, которого нельзя было называть по имени, и тех богов, которым следовало приносить обильные жертвоприношения, чтобы они не потребовали кровавых жертв. Она никогда не забывала ни о судном дне на небе, ни о погромах на земле. Отец мой принадлежал к первому поколению русских евреев, попытавшихся вырваться из гетто. Дед его проклял за то, что он пошел учиться в русскую школу. Впрочем, у деда был вообще крутой нрав, и он проклинал по очереди всех детей. К старости, однако, понял, что время против него и с проклятыми помирился. Если предположить, что яблоней был дед, то и от этой яблони яблоки разлетелись в самые разные стороны. Один из моих дядюшек разбогател. Звали его Лазарем Григорьевичем, и жил он в Харькове. Его сын, мой двоюродный брат, стал социал-демократом, долго просидел в Лукьяновской тюрьме, эмигрировал в Париж, там занялся живописью, а во время гражданской войны пошел в Красную Армию и был убит белыми. Брат Лазаря, Борис Григорьевич, жил в Иркутске, служил на каком-то предприятии, принадлежавшем киевскому богачу Бродскому. Борис Григорьевич был человеком легкомысленным, растратил деньги Бродского и удрал в Америку, написав хозяину письмо, скорее вызывающее, нежели виноватые. Бродский рассердился и напечатал в газетах объявления, что уплатит вознаграждение тому, кто поможет разыскать растратчика. Я тогда жил в Париже, и ко мне несколько раз обращались люди, мечтавшие разбогатеть на следе беглого Оренбурга. Как-то Лазарь Григорьевич играл с Бродским в карты, выиграл крупную сумму и вместо денег потребовал, чтобы Бродский отказался от претензий к своему иркутскому служащему. Младший из дядюшек Лев писал стихи и содержал бродячий цирк. Если отнести теорию Шкловского о том, что наследниками являются не сыновья, а племянники, не к литературным жанрам, а к людям, то я могу сказать, что пошел по пути моего дядюшки Льва. Помню книгу, которую он сам издал. Называлась она не оригинально «Мечты и звуки». В ней были и собственные стихи, и переводы Гейна. Я в ту пору не чувствовал никакого влечения к поэзии, но дяде Левам не нравился тем, что не походил на приличного родственника, раз он стал показывать мне фотографии полуголых девушек, набирал актеров для цирка. Моя мать и возмутилась, как можно развращать ребенка. Однажды в Харькове появились плакаты «Цирк Оренбурга» и Лазарю Григорьевичу пришлось дать своему брату отступные, чтобы цирк тотчас покинул город. «Когда мне было пять лет, мои родители переехали из Киева в Москву. Хамовнический пивоваренный завод номинально принадлежал акционерному обществу, а фактически тому же Киевскому Бродскому. И мой отец получил место директора завода. Это было в 1896 году. А в 1903 году Бродский решил прогнать отца. Мать, сглатывая слезы, слушала у закрытой двери кабинета, где происходило годичное собрание правления, как отец настойчиво просил освободить его от должности. Я тоже слушал и ничего не понимал. Знал, что отца прогоняют, что дела теперь плохи, что Бродский упрям. И вдруг услышал, как отец уверял, что он больше не может работать на заводе. Это был первый урок дипломатии. Днем отец работал, вечером редко бывал дома. Иногда к нему приходили приятели, помня одного веселого инженера Лихачева. Как-то в кабинете отца я увидел книжку Гилеровского с надписью «Дорогому Гри-Гри» на память о многом. Мне показалось, что у отца интересная жизнь. В которой он меня не посвящает. Он уезжал в охотничий клуб, и это название мне представлялось таинственным. Егеря, олени, борзы. Потом я понял, что в клубе играют винт, и усомнился в том, что жизнь отца интересна. Мне было лет десять, когда он повел меня в ресторан на Неглинном. Мы сидели в отдельном кабинете. Но я то и дело убегал, смотрел, что происходит в зале. Там сидели обыкновенные люди и жевали котлеты. Жизнь отца перестала меня интриговать. Мать была доброй, болезненной, суеверной. Она страдала легкими, куталась, редко выезжала из дому, возилась с сестрами, со мной, писала по-еврейски длинные письма, многочисленные родне. Судный день она постилась. Меня пугала большая свеча, которую мать зажигала с утра в годовщину смерти своей свекрови. Спальной всегда пахло лекарствами, часто приходили врачи. Мать хотела, чтобы они выслушали и меня, у меня были слабые легкие. Но я прятался, убегал. Иногда к матери приезжала пышная дама-фамилиант со своими сыновьями Петей и Мишей. Они чинно ели пирожные, и по просьбе взрослых декламировали стихи Пушкина. Я их считал дураками, а мать говорила, «Вот погляди, Петя и Миша — хорошие дети, а ты...» Меня избаловали, и, кажется, только случайно я не стал малолетним преступником. Мне было 9 лет, когда мать уехала лечиться в Энс, а меня и сестер отправила в Киев к своему отцу. Дед по матери был благочестивым стариком с окладистой серебряной бородой. В его доме строго соблюдались все религиозные правила. Субботу нужно было отдыхать, и этот отдых не позволял взрослым курить, а детям проказничать. Еврейская суббота столь же уныла, как английское пуританское воскресенье. В доме деда мне было всегда скучно, и я пакостил, как мог. В то лето мы жили на даче в Бойерке. Я изводил всех. Как-то меня решили наказать, заперли в чулан, где держали уголь. Я разделся догола и начал кататься по полу. Когда дверь открыли, кухарка в ужасе крикнула, «Ой же, черт!» Я решил отомстить, ночью принес бутыль с керосином и попробовал поджечь дачу. На следующее лето мать взяла меня с собой в Эмс. Я изводил курортников, передразнивал дряхлого графа Орлова Давыдова, звал его Шамом, потому что он все время шамкал, мешал англичанке заниматься рыбной ловлей, камешками отгонял рыбу, уносил букеты незабудок, которые немцы клали у памятника старого кайзера. Курортные власти попросили мать уехать, если она не в силах меня угомонить. Я блестяще выдержал экзамены в приготовительный класс, потом в первый. Знал, что существует процентная норма и что меня примут только в том случае, если у меня будут одни пятерки. Я решил задачу, не сделал ни одной ошибки в диктанте и с чувством продекламировал, поздняя осень, грачи улетели. Один приятель рассказывал мне, это было в начале тридцатых годов, как его маленький сын, вернувшись из школы, куда только поступил, спросил отца, что такое еврей. Я еврей, ответил отец. Мама еврейка. Это было настолько неожиданно, что малыш не поверил. Вы еврей? Мы были лучше подготовлены. В восемь лет я хорошо знал, что есть черта оседлость и право жительства, процентная норма и погромы. Рос я в Москве, играл с русскими детьми. Когда родители хотели что-либо скрыть от меня, они говорили друг с другом по-еврейски. Никакому Богу, ни еврейскому, ни русскому, я не молился. Слово «еврей» я воспринимал по-особому. Я принадлежал к тем, кого положено обижать. Это казалось мне несправедливым и в то же время естественным. Отец мой, будучи неверующим, порицал евреев, которые для облегчения своей участи принимали православие. И я с малых лет понял, что нельзя стыдиться своего происхождения. Я где-то прочитал, что евреи распяли Христа. Дядя Лева говорил, что Христос был евреем. Няня Вера Платонна мне рассказывала, что Христос поучал, когда тебя бьют по одной щеке, подставляй другую. Мне это было не по душе. Когда я пришел впервые в гимназию, какой-то приготовишка начал петь, сидит жидок на лавочке, посадим жида на булавочку. Не задумываясь, я ударил его по лицу. Скоро мы с ним подружились. Никто больше меня не обижал. В классе нас было три еврея, Зельдович, Цукерман и я. Никогда мы не чувствовали себя чужаками. Вот только товарищи нам завидовали, когда во время уроков закона Божьего мы шлялись по двору. Мне не привелось в Москве моего детства и отрочества столкнуться с юдафобством. Наверное, среди преподавателей или родителей моих товарищей были люди, зараженные расовыми предрассудками. Но они не выдавали себя. Антисемитизма в те времена интеллигенты стыдились, как дурной болезни. Помню рассказы о Кишиневском погроме. Мне было 12 лет. Я понимал, что произошло нечто ужасное, но я знал, что повинны в этом царь, губернатор, городовые. Знал, что все порядочные люди против самодержавия, что Толстой, Чехов, Короленко возмущены погромом. Когда я приезжал в Киев, я слышал, что киевлянин призывает к расправам, что на Подоле неспокойно, что существует проклятый еврейский вопрос. Странное было время. Множество мерзостей и множество иллюзий. Судьба одного невинно осужденного французского офицера Дрейфуса взволновало лучших людей Европы. «Если у тебя не будет высшего образования, ты не сможешь жить в Москве», говорил мне отец, глядя на двойки в бальнике. Я усмехался. До того, как я кончу гимназию, все на свете переменится. Мне казалось, что антисемитские статьи в «Киевлянине» или в «Московских ведомостях» — последние отголоски средневекового изуверства. Менее всего я мог себе представить, что в книге о прожитой жизни мне придется посвятить немало горьких страниц тому вопросу, который в начале века мне казался пережитком, обреченным на смерть. Отец возмущался двойками. Первые два года я учился хорошо. Потом мне надоело решать задачи с бассейнами. Я тихонько выносил из дома сочинения классиков в роскошных переплетах, сбывал их букинистом на волхонке, а на вырученные деньги в магазине новое изобретение, помещавшемся в Столешниковом переулке, покупал чихательный порошок, чесательную пудру, коробочки, из которых выскакивали резиновые мыши или змеи, шутихи. Изводили ими в гимназии учителей. Еще до поступления в приготовительный класс я декламировал демона. Слава поэта меня не соблазняла. Я хотел стать не Лермонтовым, а демоном и кружить над хамовниками. Называл себя духами сгнания, разумеется, не понимая, что это значит. Вскоре стихи мне надоели, я увлекся химией, ботаникой, зоологией, сидел над микроскопом, производил опыты с вонючими порошками, завел лягушек, ящериц, тритонов. Как-то гады разбежались по всей квартире. Неизвестно откуда шло зловоние. Этот главный тритон сдох под шкафом матери. Наслушавшись разговоров о героизме буров, я сначала написал письмо бородатому президенту Крюгеру, а потом, стащив у матери 10 рублей, отправился на театр военных действий. Ночью меня поймали, и я не любил вспоминать о злополучном начинании. Смена календарных дат всегда волнует. И вот менялась цифра не года, а столетия. В действительности, XIX век прожил больше положенного. Он начался в 1789 году и кончился в 1914. Все говорили о конце века. Загадывали, каким будет новый. Помню встречу 1901 года. К нам приехали ряженые в масках. Один был в костюме китайца. Я узнал в нем весельчака, инженера Гиля. Я его схватил за косу. Ряженые изображали страны Европы. Венгерец танцевал чардаш, испанка щелкала кастаньетами. И все кружились вокруг китайцев. В Пекине в ту зиму шли бои. Все также пили за новый век. Не думаю, чтобы кто-нибудь из них догадывался, каким будет этот век и за что именно они пьют среди сугробов Москвы. Я был тогда учеником второго параллельного класса первой гимназии. Помню, что я организовал небольшую группу боксеров, так называли восставших китайцев. Мы дрались ремнями и пускали в ход медные пряжки, хотя джентльменское соглашение этого не допускало. Начинался 20 век. Я совсем отбился от рук. Мои проделки становились несносными. Отца дома не бывало, а мать и сестры не могли со мной справиться. На подмогу они звали дворника, моего тезку Илью, который топил у нас печи. Раз я бросился на Илью с ножиком, он меня побаивался. Но вот нашлась и на меня управа в лице студента-юриста Михаила Яковлевича Имханицкого. Все удивлялись, почему я его слушаюсь, ведь он меня никогда не наказывал. Михаила Яковлевича поселили у нас в доме. Я при нем готовил уроки. И когда я правильно решал задачи на проценты, он мне давал тянутки. Я был сластеный. Бумажки я кидал на пол. Он иногда спрашивал, а где бумажки? Я глядел на пол, бумажек не было. Михаил Яковлевич посмеивался. Никому я не рассказывал о таинственных тянучках. Я боялся глаз Михаила Яковлевича, когда он глядел на меня, я быстро отворачивался. Родители считали, что он превосходный педагог. Летом на даче в Сокольниках у нас гостила подруга одной из моих сестер, Лёля Головинская. Она приглянулась Михаилу Яковлевичу. Тогда в моде были разговоры о гипнотизме. Студент объявил, что умеет гипнотизировать. Он усыпил Лёлю и сказал ей, что она должна через три дня поздно вечером приехать к нему на дачу. Домашние негодовали. Михаил Яковлевич спокойно уложил свои вещи в чемодан и рассказал, что он меня гипнотизировал, обеспечивая тем общее спокойствие в течение полутора лет. Меня повезли к профессору Рыбакову. Кто-то сказал матери, что я могу навсегда лишиться воли. Несколько лет спустя, увидав на Пречистинском бульваре Михаила Яковлевича, я бросился от него бегом. Прошли годы. В 1917 году, возвращаясь из Парижа на родину, в Стокгольме, в русском консульстве, я увидел толстого, низкорослого человека, который сказал мне, не узнаете? Механицкий. Я удивился. У него были самые обыкновенные даже маловыразительные глаза. Но о вымышленных тянучках я часто вспоминал. Думаю, что потом не раз меня заставляли решать трудные задачи и платили мне за это тянучками, которых в действительности не было. Только потом никто не поил меня соленым бромом и никто не боялся, что я потеряю волю. Воля, пожалуй, стала обременительным свойством. Дома мне было скучно. Приходили гости, говорили, что у сестер Кристман удивительная калоратура, что адвокат Лабари произнес потрясающую речь в защиту невинного Дрейфуса, что в Москве открылся ресторан с отдельными кабинетами в мавританском стиле, что некая мадам Мэрбранш привезла из Парижа новой модели шляп. Говорили также о премьере комедии Зудермана, об открытии художественного общедоступного театра, о погромах, о письме Толстого, о красноречии адвоката Плевака, который может добиться оправдания самого жестокого убийцы, о фельетонах Дорошевича, высмеивающего отцов города, о каких-то сумасшедших, декадентах, уверяющих, будто существуют бледные ноги. Заводской двор мне казался куда интереснее гостиной, где стояли пыльные пальмы в катках, а на стене висела копия картины, изображавшая Ломоносова, который едет в Москву учиться. Можно было пойти в конюшню, там чудесно пахло, я знал характер каждой лошади. Можно было прятаться в сороковедерных бочках, в одном из цехов проверяли бутылки, ударяя по каждой металлической палочкой, и я считал, что эта музыка куда лучше той, которой порой нас потчевали гости, считавшиеся известными пианистами. Рабочие спали в душных полутемных казармах на нарах, покрытые тулупами. Они пели кислое, испорченное пило, иногда играли в карты, пели, сквернословили. Среди них было мало грамотных, а грамотеи читали по складам хронику происшествий в московском листке. Помни еще забаву, рабочие облили керосином крысу, и огненная крыса металась в кругу. Я видел жизнь нищую, темную, страшную, и меня потрясала несовместимость двух миров, вонючих казарм и гостиной, где умные люди говорили о колоратуре. Неподалеку от завода на Девичьем поле на Масленой устраивали гуляния с балаганами. Помню пожилого человека с лицом обсыпанным мукой, который, кривляясь, кричал «Уж я, американец, станцую всякий танец!» Я писал под диктовку рабочих письма в деревню, писал про харчи, про болезни, про свадьбы и похороны. Одна стена завода граничила с сумасшедшим домом. Я взбирался на стену и глядел, истощенные люди в халатах шагали по дворику, где валялась всяческая рухлядь. Иногда служитель кидался на больного, и тот истошно кричал. На заводе работали специалисты чешские пивовары. Рабочие их называли ненцами. Они, например, ели голубей, а это всеми порицалось. Сын пивовара Акары убил колуном мать и двух сестер. Он хотел поднести дорогое колье московской львице, а родители не давали ему денег. Помню обрывки фраз «плавают в крови». Хотел взять 500 рублей, влюбился по уши. Конечно, все поносили убийцу. А я вспоминал молодого тщедушного сына пивовара и про себя думал, что взрослый тоже ничего не понимает в жизни. Рядом с заводом был дом Толстого. Часто я видел, как Лев Николаевич гулял по Хамомническому переулку, по Бажениновскому. Мне подарили детство и отрочество. Книга показалась мне скучной. Я вытащил из кладовки комплект Невы с воскресением. Мать сказала, это тебе еще рано читать. Я прочел роман с залпом и подумал, что Толстой знает всю правду. Отец мне дал переписать запрещенные цензурой обращения Толстого. Я был горд, переписал аккуратно, печатными буквами. Как-то Лев Николаевич пришел на завод и попросил отца показать ему, как варят пиво. Они обходили цехи, я не отставал ни на шаг. Мне казалось почему-то обидным, что великий писатель ростом ниже моего отца. Толстому подали горячее пиво в кружке, он к моему изумлению сказал «вкусно» и вытер рукой бороду. Он объяснял отцу, что пиво может помочь в борьбе с водкой. Я долго потом думал о словах Толстого и начал сомневаться. Может быть, и Толстой не все понимает. Я ведь был убежден, что он хочет заменить ложь правдой. А он говорил о том, как заменить водку пивом. О водке я знал только со слов рабочих. Они говорили о ней любовно, а пиво мне давали, и оно мне не нравилось. Иногда на заводе начиналась тревога. Говорили, будто студенты идут к Толстому. Запирали наглухо ворота, ставили охрану. Я тихонько выбегал на улицу, поджидал таинственных студентов, но никого не было. К сестрам приходили в гости студенты, но, на мой взгляд, это были лже-студенты. Они мирно пили чай, говорили о пьесах Ипсона, танцевали. Настоящие студенты должны были сбрасывать казаков с лошадей, а потом сбросить царя с трона. Настоящие студенты не приходили. Я страдал в детские годы бессонницей. Однажды сорвал часы со стены, меня доконало их громкое тиканье. В память остались образы бессонных ночей. Толстой вытирает рукой бороду, молодой карос с кулуном в руке и его возлюбленные лакме, сумасшедшие балаганы и огромная огненная крыса мечется вокруг меня. Все изменилось, но больше всего изменилась Москва. Когда я вспоминаю улицы моего детства, мне кажется, что я это видел в кино. Может быть, с самой загадочной картиной встает передо мной конка. Я помню, как пустили первый трамвай от Савеловского вокзала до Страстной площади. Мы стояли ошеломленные перед чудом техники. Искры на дуге нас потрясали не менее, чем потрясают теперь людей спутники Земли. Гимназия, где я учился, помещалась на Волхонке напротив Храма Христа Спасителя. Из гимназии в Хамовнике я ездил иногда на конке. Ее тащила кляча. На Причистенке перед подъемом в конку впрыгивал мальчонка. Он держал в вожже второй, добавочные клячи и отчаянно гикал. На конке можно было проехать по всем Садовым. Это был очень долгий путь. На разъездах конка останавливалась. Пассажиры выходили и покорно смотрели вдаль, не покажется ли встречный вагончик. Чаще я шел пешком по Причистенке. На углу одного из переулков, кажется, штатного, была церквушка. На паперте богомаз изобразил страшный суд. Черти жарили грешников. Старушки испуганно крестились, а мне хотелось быть чертом. Когда теперь на Кропоткинской я вижу глубокую старуху с мутными растерянными глазами, которая ковыляет с авоськой, я думаю, может быть, это одна из тех гимназисток, которые весело щебетали на Причистенке и которые казались мне не просто хорошенькими девчонками, а воплощением женщины, как Венера Милосская, как актрисы Лины Кавальери и Леотеро, знаменитые в начале века с твоей красотой. Летом Москва была очень зеленой, зимой очень белой, снег не убирали, и к Масляной нарастали огромные сугробы, бесшумно скользили сани, в мае узкие щербатые тротуары засыпал сиреневый снег, перед домами были палисадники, золотели или голубели купола церквей, торчали загадочные сооружения, пожарные колончи, на верхушке вывешивали шары, помогавшие распознать, в какой части города происходит пожар. Районы города отличались также мастями лошадей пожарных, гнедые, белые, вороны. Когда мороз достигал 25 градусов по Реомюру, занятий в гимназии не было. Я с вечера отогревал замерзшее стекло, глядел на термометр. Вдруг мороз покрепчает. Но утром на колонче флага не было. Об отмене занятий также узнавали по колонче. На Смоленском рынке летом продавали овощи, фрукты, лежали горами арбузы, их надрезали треугольником. Торговали всем, и все нещадно торговались. Охотный ряд, там, где теперь гостиница Москва, был заполнен толпой, покупали в ловчонках живность, огромные рыбы плавали в садках. Охотники ходили, обвязанные гирляндами рябчиков, продавали гич. Центром элегантной Москвы был Кузнецкий мост. На вывесках дорогих магазинов стояли иностранные фамилии. Художественными изделиями торговали итальянцы Авансо, Дациаро, модной одеждой англичанин Шанкс, парфюмерии французы, оптическими аппаратами немцы. На окраинах было множество чайных, без права подачи крепких напитков. Там, где теперь стадион Динамо, стояли крохотные дачи в садах. Москва быстро обрывалась. На Красной площади весной был Вербный базар. Там продавали американских жителей и тещин язык. Возле Иверской часовни стояли на коленях женщины. Появился телефон. Он был только в богатых домах и в конторах крупных фирм. Звонить было сложно. Крутили рукоятку, в конце давали отбой. Появилось также электричество. Но я долго жил среди черного снега коптивших керосиновых ламп. Голландские печи блестели изразцами, топили сильно. Между оконными рамами, покрытыми беспредметной живописью мороза, серела вата. Иногда на нее ставили стаканчики с бумажными розами. Летом жужжали мухи, блестели крашеные полы, тишину изредка прерывал дискант маленьких собачонок, в моде были баллонки и вымершие теперь мопсы. На комодах фарфоровые китайцы до одурения кивали головой. В эмалированных кружках с царским гербом память о подымки розовели гофрированные розы. К чаю подавали варенье и варенье бывали разные крыжовник, русская клубника, кизиль, райские яблочки, черная смородина. Впервые меня повели в театр на спящую красавицу. Околдованные феи балерины искусно замирали на пуантах. В ложах впереди сидели гимназисты в мундирах с яркими пуговицами и гимназистки в коричневых или синих платьях с нарядными передниками. Сзади томились взрослые. Отец мне протянул коробку с шоколадными конфетами, наверху лежал кусок ананаса и серебряные щипчики. Щипчики я взял себе. В коридорах театра цепенели пышные капельдинеры. В горничной в вязаных платках держали шубы и шубы казались зверями. Сибирские леса подходили вплотную к бархату и бронзе большого театра выдры, еноты, лисицы, соболя. На улице перед театром, поджидая господ, дремали кучера. У них были неимоверно большие ватные груди и бороды, белые атыния. Лошади тоже сидели на морозе. Иногда кучера, чтобы согреться, начинали несгибающимися руками бить себя по ватной груди. На углах переулков спали извозчики. Порой просыпаясь, они глухо зазывали «Барин, подвезу!» Они бубнили полтинник и после долгих разговоров догоняли «Извольте двугривенный!» Начинался загадочный путь через Москву. Спали дворники в подворотнях, в церковных садиках нарастали сугробы. Вдруг вскрикивал пьяница, но его быстро унимал городовой в башлыке. Казалось, все спит и седок, и извозчик, и лошадь, и Москва. Извозчики везли седоков на болото, на трубу, в мертвый переулок, в штатный, в Никола-Песковский или в Никола-Воробьинский, на зацепу, на живодерку, на разгуляй. Странное название, будто это не улица большого города, а вотчины удельных князей. Когда ехали из Мясницкой через Кремль в Хамовники, у Спасских ворот извозчики седок снимали шапки. Мороз щепал уши, потом извозчик поворачивался к седоку и начинал длинную повесть. О чем говорили московские извозчики? Наверное, о многом, о бедности и о морозе, о барских затеях, о своих темных дворах, о том, что больна жена или что забрили сына. Чехов написал в беседе с извозчиком один из самых раздирающих рассказов «Тоска». Но седоки не слушали. Одно слово проступало «Овес». Да, разумеется, они говорили обо все, надрываясь от горя, они пришептывали «Прибавить бы гривенек, овес вздрожал». Они жаловались, вздыхали или сквернословили, но из всех слов, нежных или грубых, только одно доходило до ушей седока, простое и таинственное, лейтмотив длинного пути от Лефортова к Дорогомилову «Овес». Весной выставляли двойные рамы, и Москва сразу становилась невыносимо шумной, пролетки громыхали. Возле некоторых особняков с колоннами мостовая была залита асфальтом, и колеса, как бы различая табель о рангах, переходили на почтительный шепот. В мае начиналось переселение на дачи, по улицам двигались высокие вазы с буфетами, пуфами, туалетными столиками, самоварами. Кухарка держала в руках клетку с канарейкой, а рядом бежала собака. На даче были гамаки, колпаки на свечах, медные тазы для варки варенья и блестящие шары посередине клумб. Взрослые играли в карты, пили клюквенный морс и читали русское слово. Студенты и гимназисты старших классов шли на площадку, так назывались танцульки. Дети поджидали мороженщика. Иногда все отправлялись в лес полюбоваться природой и, подстелив под себя одеяло, ложились на траву. Утром разносчики и лудильщики кричали «Куры, молодки, смородина, паять, лудить, запаивать!» В воскресенье приезжали гости. Они ели кулебяку, говорили о красоте сельской жизни и засыпали. Сокольники были лесом. На его опушке уже помещался круг, там устраивали концерты, спектакли. Баритон Шевелев сводил с ума барышень «Люблю ли тебя, я не знаю!» Когда Шевелева сменяла потерявшая голос была и знаменитость, студенты уводили взволнованных барышень в боковые аллеи, и там выяснялось, что все хорошо знают, кого кто любит. Потом шли спать, потом просыпались, гимназисты зубрили латынь «ут финале» или играли в крокет. Хозяйки раздували самовары, торговались с разносчиками и снимали с варенья бледно-розовую пену. Шел двадцатый век. Германия уже деловито готовилась к войне. Англичане договорились с французами о военном союзе, французы были союзниками России, и в то же время англичане заключили союз с японцами, которые готовились к нападению на Порт-Артур. Бастовали рабочие в Петербурге, в Ростове-на-Дону, в Брюсселе Ленин спорил с меньшевиками. Но в мире, где я жил, было невыносимо тихо. На Волхонке у букинистов я читал те книги, о которых взрослые при мне старались не разговаривать. Горького, Леонида Андреева, Куприна. Каждый день я бегал в библиотеку, менял книги. Я читал залпом, мне хотелось понять жизнь. Читал Достоявского и Брэма, Жюля Верна и Тургенева, Диккенса и живописное обозрение, и чем больше я читал, тем сильнее во всем сомневался. Ложь меня обступала со всех сторон. Мне хотелось то удрать в джунгли Индии, то бросить бомбу в дом генерал-губернатора на Тверской, то повеситься. Я бегал также в театр, выклянчивая у матери деньги. В художественном театре играли Чехова, Ипсена, Гауптмана, у Корша дети Ванюшина, в Малом «Власть тьмы» со знаменитыми Садовскими, гремел бас Шаляпина. Помню, кто-то из гостей рассказал, что скоро откроется биоскоп, и там будут показывать живые фотографии. Потом нас собрали в актовом зале гимназии, и директор торжественно прочитал манифест. «Мы, Николай Второй, самодержец всероссийской...» Началась война с Японией. В гимназии отслужили молебен, и мы долго до хрипоты кричали «Ура!» нам объявили, что занятий не будет. Война нам казалась бесконечно далекой. Я очень удивился, когда вскоре увидел моего двоюродного брата Володю Скловского в солдатской форме. Он уехал из Киева в Манжуре. Летом того же года я был с матерью и сестрами за границей, снова в Эмсе. Там я заболел брюшным тифом. Помню, однако, два события, которые меня поразили. Осаду Порт-Артура после битвы проигранной русской армии и смерть Чехова. Отец в тот год потерял место и, следовательно, квартиру. Он жил в номерах княжей двор на Волхунке. У меня были переэкзаменовки по латыни и по математике. К началу учебного года меня отправили одного в Москву. В Берлине я должен был пойти в семейный пансион фрау и Яники, где останавливалась моя мать. У фрау и Яники на стенах красовались различные сентенции, вышитые гладью. Мне стало скучно, и вечером я направился на Фридрихштрассе, мне захотелось пирожных. Я зашел в кафе, которое оказалось ночным кабаком. Кельнеры на меня косились, но пирожные все же дали, только взяли за них столько, что пришлось телеграммой выклинчить у матери добавочные деньги на дорогу в Москву. Комната в княжьем дворе была маленькой, с темным альковом, но гостиничная жизнь мне понравилась. Я чувствовал себя свободно. Отец уходил, с утра говорил, что ищет работу. После уроков я приводил к себе товарищей, хвастал, что живу самостоятельно, заказывал самовар, плюшки, и мы развлекались как могли. Зимой 1920 года я жил в общежитии Наркоминдела в бывшем княжьем дворе. Внизу спрашивали пропуска. Дежурный кричал к телефону «Откуда вас звук?» Княжий двор казался мне, как в детстве, восхитительным. Собираясь в комнате княжьего двора, мы не только ели плюшки и развлекались. В ту осень политика впервые постучалась в мою жизнь. Я начал читать газеты. Японцы били наших, это было горько, но мы понимали, что вся беда в самодержавии. У одного из моих товарищей был дядя, связанный с СССР. Этот дядя сказал, что скоро произойдет революция, нужно будет разоружить казаков и городовых, потом провозгласят республику. Я прочитал «Преступление и наказание». Судьба Сони меня мучила. Я снова думал о казармах хамонического завода. Нужно все перевернуть, решительно все. Правда, были передо мной и другие соблазны, например, гимназистка Муся. Она играла на фортепиано песнь без слов, а потом в передней я ее целовал. Нажил я предчувствием больших и загадочных событий. Еще недавно мальчишка в Берлине восхищался пирожными со взбитыми сливками. За два-три месяца я как-то сразу вырос. В моем первом романе «Необычайные похождения» Хулио Хуринито и его учеников один из учеников носит мое имя. Это вымышленный персонаж. Никогда я не служил кассиром в публичном доме мистера куля и не возил пулемета римскому папе. Но герой, именуемый Ильей Эренбургом, подчас высказывал мои подлинные мысли. Есть в романе спор о том, что выше, утверждение или отрицание, и ученик Хуринито Илья Эренбург, вспоминая слова «экклезиаста» о том, что есть время собирать камни и время их бросать, говорит, что у него одно лицо, а не два. Строить он не умеет и предпочитает бросать камни. Хуринито я написал в тридцать лет, а рассказываю о той осени, когда мне было тринадцать. Я тогда не слыхал об «экклезиасте», но мне смертельно хотелось расшвырять побольше камней. Кончалась пора детства. Наступал пятый год. Во время последней переписи ко мне пришла молоденькая счетчица. Она удивленно поглядела на стены. Пикассо ее возмутил. «Неужели это вам нравится?» «Очень». «А я вам не верю. Вы это говорите потому, что он ваш приятель». Потом я начал отвечать на вопросы. «Образование?» «Незаконченное среднее. Девушка обиделась. Я вас серьезно спрашиваю». «А я вам серьезно отвечаю». «Вы надо мной смеетесь. Я читала ваши книги. Перепись «Важное государственное дело». «Почему вы не хотите серьезно отвечать?» Она ушла обиженная. Между тем я и сказал правду. В октябре 1907 года меня исключили из шестого класса». О гимназии писали много. И Гарин Михайловский, и Вересаев, и Паустовский, и Каверин. Мне кажется, что все гимназии походили одна на другую. Конечно, кое-чему я в школе научился. И от некоторых преподавателей, и от товарищей, но уж не столь многому, куда лучшей школой были книги, да и те люди, с которыми я сталкивался вне стен гимназии. Гимназисты входили в гимназию с переулка. В огромной сборной висели сотни шинелей. Там обычно дрались греки с персами, и малыши жали масло, притискивая друг друга к стенке. Приготовишкой я увидел, как в сборной били мальчонку. Накидав на него шинели, били дружно, долго, и пели при этом «Фискал по-нявскому кишки», «Тоскау». С того дня я твердо запомнил и пронес через всю жизнь отвращение к фискалам, или, говоря по-взрослому, к доносчикам. Гимназия воспитала во мне чувство товарищества. Никогда мы не думали, прав или не прав провинившийся. Мы его покрывали дружным ответом «Все! Все!» В 1938 году одна преподавательница детдома, куда привезли испанских ребят, жаловалась мне, что с ними трудно, они анархисты. Оказалось, дети, играя, разбили вазу, и на вопрос, кто это сделал, ответили все. Я долго убеждал преподавательницу, что в этом нет никакого анархизма, наоборот. Убеждал, но не убедил. В торжественные дни гимназистов собирали в большом актовом зале. На стенах висели портреты четырех императоров и мраморной доски с именами учеников, получивших медали. Директором гимназии был чех Иосиф Освальдович Гобза. Показывая на доске, он нам говорил, что в стенах первой гимназии воспитывался будущий министр народного просвещения Боголепов. Я с нежностью вспоминаю гимназические уборные. Это были наши клубы. В уборную первых четырех классов неожиданно заглядывал надзиратель и выгонял оттуда лентяев, но, перейдя в пятый класс, я увидел уборную, обладавшую конституционными гарантиями, там можно было даже курить. Стены были покрыты непристойными рисунками и стишками. Пойдите прочь, теперь не ночь. В уборной для малышей обменивались пёрышками или марками. Второгодники их называли камчадалами, клялись, будто они запросто бывают в публичных домах. В уборной для старших классов говорили о рассказе Леонида Андреева в Тумане, о разоблачениях Амфитеатрова, о декадентах, о шансонетках в театре ОМОНа и о многом другом. Впрочем, в старших классах я пробовал недолго, и мои воспоминания относятся главным образом к третьим и четвёртым классам. Во время большой перемены мы мчались в столовую. Кто-нибудь наспех читал молитву, потом начиналась биржа, меняли пирог с морковью на голубец или котлету на пирог с рисом. Буфетчика мы звали Артём Соплевой Винюк. Года два процветала азартная игра «Какой учитель после перемены выйдет первым из учительской?» Можно было поставить на любого пятачок. Тотализатором ведали два камчадала. Были фавориты, часто выходившие первыми, на них трудно было выиграть больше, чем гривенник. А мне помнится, что кто-то выиграл на немце сеттинг Сони, обычно выходившим последним и вдруг выскочившим вперед чуть ли не два рубля. Из предметов мне больше других нравились русский язык и история. С математикой я был не в ладах, а латынь почему-то ненавидел. Словесность преподавал весельчак Владимир Александрович Соколов. Вызывая меня к доске, он неизменно приговаривал «Ну, Эрин Мерин, я не знал тогда, что такое Мерин и не обижался». Кажется, в четвертом классе мы перешли от изложений к сочинениям, и хотя я был лентяем, сочинения меня увлекали. Владимир Александрович меня и хвалил и поругивал «Не слушаешь в классе и все от себя пишешь, вот выгонят тебя за такие рассуждения, будешь сапожником». Обидно, что я не могу теперь проверить, за что меня ругал Владимир Александрович, что было в моих школьных сочинениях «Недозволенного». А в общем, когда я стал писателем, пятьдесят лет подряд критики повторяли и повторяют слова Владимира Александровича «Не слушает на уроках, пишет все от себя». Отец, когда я приносил бальник с дурными отметками, говорил, что я оболтус, что меня выгонят, придется тогда идти в гимназию Креймана, которая славилась тем, что туда принимали исключенных. Я тогда не знал, что в гимназии Креймана учился Брюсов. Потом отец уже перестал грозить Крейманам, а просто предрекал, как Владимир Александрович, будешь сапожником. У меня в жизни были различные занятия, часто неприятные, но точать обувь я не научился. В младших классах я увлекался греческой мифологией. Потом преподаватель естественной истории Крубер, насколько я помню, толковый и живой человек, нашел во мне благодарного ученика. Истории я не охладел, только в четвертом классе меня занимали уже не греческие богини, а более близкое прошлое. Когда я написал сочинение о том, что освобождение крестьян произошло не сверху, а снизу, директор вызвал к себе отца. В третьем классе я стал редактором рукописного журнала «Новый луч». Журнал мы скрывали от учителей, хотя ничего страшного там не было, кроме стихов о свободе и рассказиков с описанием нелепостей школьного быта. Я шел в гимназию по Причистенке. Меня рано начали занимать два дома — женская гимназия Арсеньевой и кавалерственной дамы Чертковой институт для благородных девиц. Перейдя в четвертый класс, я почувствовал себя взрослым и начал влюбляться в различных гимназисток, убегал до конца последнего урока, ждал девочку у выхода и нес ее книги, аккуратно завернутые в клеенку. Узнал я и другие женские гимназии, например, Альферовой на Арбате, Брюхоненко на Кисловке. Напротив гимназии возле собора был чудесный сквер, там мы гуляли, назначали свидание гимназисткам, ревновали и прикидывались печоринами. Когда я перешел в пятый класс, я выломал на гербе фуражки цифру один, обозначавший в какой гимназии я учусь, так поступали все сознательные. Куртку мы носили как пиджак поверх косоворотки. Мы старались подражать студентам, одеваться небрежно, иметь непочтительный вид и споря о прочитанных книжках размахивали руками. Некоторые гимназисты были эстетами, презирали стихи Натсона и Апухтина, которыми еще зачитывались девочки, и к ужасу своих избранниц писали в обязательные альбомы «О да, вас, женщины, вас звал я сам». Были франты, ранние прожигатели жизни, стиляги начала века. Они носили очень широкие фуражки нежно-голубого цвета, говорили о скачках, о шансонетках, о балах, хвастались вчера на балу, они пили французский ликер, а потом что было потом, слышал только закадычный друг хвастуна. Часто в колонном зале я вспоминаю, как впервые в нем очутился. Он тогда назывался Большой зал благородного собрания. Я пошел на вечер в пользу недостаточных учеников Московской первой гимназии. Сначала Шаляпин пел про блоху. Гимназисты старших классов отнеслись к этому спокойно, говоря, что Шаляпин всегда поет про блоху. Но я был второклассником и с восторгом повторял «Ха-ха-ха, блоха!» Потом начались танцы. Меня пробовали учить танцевать. Я знал, что существует десятки сложнейших танцев. Падепатинер, Падеспань, Венгерка, Мазурка, Миньон, Шакон и другие. Но я путал все па, и, главное, неизменно наступал на ноги девочки, которую приглашал. В благородном собрании я не хотел срамиться и поднялся на хоры. Там я неожиданно увидел помощника классного наставника. По привычке встал и очень громко его приветствовал. Помощник классного наставника любезничал с толстой барышней и рассердился на меня. Когда я был в четвертом классе, я ездил с товарищами приглашать актеров участвовать в благотворительном концерте. Мы были у знаменитой певицы Неждановой. Я тискал в руке белые перчатки и страдал от своей несветскости. Мои товарищи были смелее. В нашем классе был Лев, князь Друдской, прекрасный танцор. Он умел разговаривать с девушками. Когда мне было тринадцать лет, я ему завидовал. Но уже год спустя он казался мне неинтересным. Я читал Чернышевского, брошюры о политической экономии, Жерминаль, старался говорить басом. И на Причистинском бульваре доказывал дочке учителя пения Наде Зориной, что любовь помогает герою бороться и умереть за свободу. Девочки, которых я провожал из гимназии до дома, часто менялись. Постоянством в четырнадцать лет я не страдал. Иногда я приглашал их в кондитерскую Пелевина на Остоженке. Пирожные там стоили три копейки. Девочки мне казались неземными, но аппетит у них был хороший, и однажды мне пришлось оставить кондитеру в залог фуражку. Мы жили тогда на Остоженке в Савеловском переулке. Квартира была поместительная, и у меня была отдельная комната. Я требовал от родителей, чтобы они не входили ко мне, не постучав. Мать подчинялась, но отец смеялся над моими выдумками. На Остоженке в пищебумажном магазине я покупал открытки с фотографиями шансонеток, предпочтительно голых. Я считал, что о женщинах нужно думать поменьше, но думал о них чересчур много. Помню фотографию известной красавицы Наташи Трухановой. Она меня сводила с ума. Четверть века спустя в Париже я познакомился с Игнатьевым, бывшим военным атташе во Франции сотрудником нашего торгпредства. Его жена оказалась той самой Наташей, которая меня пленяла в отрочестве. Я ей рассказал о старой открытке, и мой рассказ ее рассмешил. Моя первая любовь относится к времени несколько более позднему, к осени 1907 года, когда меня уже прогнали из гимназии. звали гимназистку Надя. Ее брат Сергей Белобородов был большевиком. Отец Нади читал московские ведомости и зло катился на меня. Я был революционером, да еще ко всему евреем, и покушался на невинность Нади. Приходил я к ней редко, и обычно мы встречались на улице в Зачатевском переулке. Почти каждый день мы писали друг другу длиннейшие письма с психологическим анализом наших отношений, с упреками и клятвами, письма ревнивые, страстные и философические. Нам было по 16 лет, и, вероятно, мы оба были поглощены не столько друг другом, сколько смутным предчувствием раскрывающейся жизни. Вернусь к гимназии. Я познакомился с некоторыми учениками старших классов. От них я услышал впервые про исторический материализм, про прибавочную стоимость, про множество вещей, которые показались мне чрезвычайно важными и которые резко переломили мою жизнь. Шел бурный пятый год. Богословская аудитория университета превратилась в зал для митингов. Я часто туда убегал, рядом со студентами сидели рабочие, мы пели Марсельезу и Варшавянку, курсистки раздавали прокламации, по рукам ходили огромные шапки с запиской «Жертвуйте на вооружении». Я шел по маховой. Студенческие фуражки вдруг закружились как осенние листья. Кто-то крикнул «Охотно рядцы!» Все бросились во двор университета и начали готовиться к защите крепости. Нас разбили на десятки. Я мелом проставил на гимназической шинели номер. Мы таскали камни наверх в аудитории. Если враг прорвется, мы его забросаем камнями. Развели костры, наживали бутерброды с колбасой и до утра пелись «Смело, друзья, не теряйте бодрость в неравном бою». Мне тогда еще не было пятнадцати лет и легко понять, что бодрости я не терял. Помню похороны Баумана, когда мы возвращались с кладбища, раздались выстрелы. Помню казака с серегой в ухе и с нагайкой. Помню декабрь, тогда впервые я увидел кровь на снегу. Я помогал строить баррикаду возле Кудринской площади. Никогда не забуду Рождества, тяжелой страшной тишины после песен, криков, выстрелов. Чернели развалины пресни, сапоги семеновцев и преображенцев щемили снег, и снег жалобно поскрипывал. Вернувшись в гимназию после рождественских каникул, я рассеянно глядел по сторонам. Думал о своем. Нужно найти подпольную организацию. Главные бои впереди. Год я провел в гимназии, как бы не замечая больше, что есть занятия, уроки, отметки. Я был занят одним, сравнивал программы эсдеков и эсеров. За последних была романтика, боевые дружины, террор, роль личности, но мне они казались чересчур романтичными. Я помнил рабочих хомовнического завода, и меня тянуло к большевикам, к романтике неромантичного. Я уже читал статьи Ленина и понимал, что меньшевики умеренны, ближе к моему отцу. Я часто повторял про себя одно слово — справедливость. Это очень жесткое слово, порой холодное, как металл на морозе, но мне оно тогда казалось горячим, милым, своим. Как-то я поспорил с отцом. Оказалось, что он и не слыхал про меньшевиков, ему навелись кадеты. Я долго доказывал, что необходима революция, он сказал, может быть, ты и прав, но главное это терпимость. Трудно соблазнить терпимостью мальчишку пятнадцати лет с жестким чубом на голове и с давним желанием раскидать тяжелые неподвижные камни. Все или ничего это восклицание одного из героев Ипсона я записал как девиз в свою записную книжку и, несмотря на пренебрежение к поэзии, повторял стихи Алексея Толстого «Коль любить, так без рассудку, коль грозить, так не на шутку». 1906 год определил мою судьбу. Это был шумный и трудный год. Еще скипали волны революции, но начинался отлив. Одни с печалью, другие с радостью, говорили, что гроза позади. Восстание матроса в Кронштадте и Свиаборге казалось последними раскатами грома. Гимназисты угомонились, вернулись к учебникам. Больше не было ни митинга в университете, ни демонстрации, ни баррикад. В тот год я вошел в большевистскую организацию и вскоре распрощался с гимназией. В 1958 году меня разыскал мой однокашник Вася Крашенинников по профессии врач. В старости люди, начиная тянуться к полузабытым друзьям детства, отрочества, Крашенинников решил собрать тех наших школьных товарищей, которые еще остались в живых и находятся в Москве. Мы ужинали в ресторане «Прага». Пятеро граждан того возраста, который теперь называют преклонным. Вспоминали школьные проказы учителей, девочек. Зал ресторана постепенно заполнился. Я сидел спиной к залу и не видел посетителей. Вдруг я оглянулся и замер. Кругом были неимоверно нарумянинные, растрепанные девушки, мальчишки в плетчатых пиджаках с перманентом, прямые наследники гимназистов, носивших лазурные фуражки и студентов белоподкладочников. Они танцевали, а когда музыка замолкала, наступала тишина. Оживленно беседовали только пять стариков за крайним столиком. Не знаю, почему судьба сыграла над нами столь злую шутку. Мы назначили свидание в том самом где собираются стиляги. Их право же немного, а мы были самыми обыкновенными гимназистами начала века, которые жили, как все, случайно выжили, и которые говорили в тот вечер о молодежи нашего времени не с брюзжанием стариков, а с нежностью и доверием. «Почему тебе не нравилась Валя Козлинская?» спросил меня Крашенинников. «В нее все были влюблены?» «Не знаю почему, не помню. Может быть, потому что я был влюблен в Надю, может быть, потому что я жил будущим. К величайшему ужасу матери ко мне приходил студент-боевик Дмитрий, он показывал мне и моим товарищам, как нужно обращаться с револьвером. Прошлое забывается. Кое-что можно припомнить, другое ушло навсегда. В томе литературного наследства, посвященном Маяковскому, я нашел рапорт начальника московского охранного отделения подполковника фон Котена, посвященный подпольной социал-демократической организации в средних учебных заведениях Москвы. Я долго думал над некоторыми именами. Не могу вспомнить, о ком идет речь. Рапорт охранника, однако, многое оживил в моей памяти. Фон Котен доносил. Более выдающуюся роль играли Бриллиант, Файдыш, Эренбург и Анна Выдрина. Партия приобрела для себя из среды учеников новых работников. Файдыш, член военно-технического бюро, Эренбург, Соколов, Сахарова, Бухарин и Бриллиант районные пропагандисты. Ракшанин техник замоскворецкого района и Антонов техник городского района. Начальник охраны кое-что напутал. Что касается меня, то я сначала попал в общепартийную организацию, а потом, среди прочего, занялся школьными делами. Еще в 1906 году я познакомился с большевичкой Егоровой. У нее были очень светлые волосы, выпуклый лоб. Сначала я таскал литературу, потом стал организатором в замоскворецком районе. «Пуще всего я боялся, что товарищи могут догадаться о моем возрасте, скажут, нельзя поручать 15-летнему мальчишке важные задания». Много лет спустя я узнал, что Маяковский занялся партийной работой, когда ему не было и 15 лет. Очевидно, таковы были нравы эпохи. Еще не настало время рассказать о всех моих товарищах по школьной организации. Расскажу сейчас только о некоторых. Сеня Членов походил на добродушного котенка. Лицо широкое, часто жмурился, флегматичный, с легкой усмешкой. Он нам объяснял роль иностранного капитала, англо-германский антагонизм, алчность и отсталость русской буржуазии, но после серьезных рефератов охотно беседовал о декадентах, о художественном театре, о статирических романах Анатолия Франца, Много лет спустя я с ним снова встретился в Париже. Он был юрисконсультом советского посольства. Удивительно, для чего он мало изменился. Очевидно, в 18 лет он был уже вполне отструганным, отшлифованным. В Париже мы с ним подружились. Он был человеком сложным, сиборитом и в то же время революционером. Видя недостатки, он оставался верным тому делу, с которым связал свою жизнь. Вероятно, среди просвещенных римлян третьего века, уверовавших в христианство, были люди, похожие на Семена Борисовича Членова. Мы звали его СБ. Они видели, как несовершенны статуи доброго пастыря по сравнению с Аполлоном, но вместе с другими христианами шли на пытки, на казнь. Помню, я ехал из Москвы в Париж. На пограничной станции Негорелая стоял встречный поезд. В вагон ресторана лениво улыбался СБ. Его вызывали в Москву. Больше мне не удалось с ним встретиться. Это было в конце 1935 года. Неуклюжий, близорукий, застенчивый мальчик Валя Неймерк был для меня образцом скромности и верности. Его арестовали в ту же ночь, что меня. Выпустили, потом арестовали по другому делу и сослали в Сибирь. Он убежал за границу. Я поехал к нему в маленький французский городок Морто на границе с Швейцарии. Валя работал на часовой фабрике. В 1909 году я уже писал стихи. Во мне сказывался душевный разлад. То я мечтал вернуться в Россию и отдаться нелегальной работе, то бродил по Парижу, очарованный городом и повторял про себя стихи о прекрасной даме. А Валя был прежним, участвовал в местной социалистической организации, следил за партийной литературой. Ночью он с тихим жаром доказывал мне, что через год-два в России начнется революция. Его дальнейшая жизнь была очень трудной, но до конца он сохранил страстность и чистоту подростка. Львов был мелким почтовым служащим, жил на казенной квартире на Мясницкой. Он думал, что его дочки спокойно выйдут замуж, а дочки предпочли подполье. Когда Надю Львова арестовали, ей еще не было 17 лет, и, согласно закону, ее вскоре выпустили до судебного разбирательства на поруке отца. Она ответила жандармскому полковнику, если вы меня выпустите, я буду продолжать мое дело. Надя любила стихи, пробовала читать мне Блока, Бальмонта, Брюсова, а я боялся всего, что может раздвоить человека. Меня тянуло к искусству, и я его ненавидел. Я издевался над увлечением Нади, говорил, что стихи вздор, нужно взять себя в руки. Несмотря на любовь к поэзии, она прекрасно выполняла все поручения подпольной организации. Это была милая девушка, скромная, с наивными глазами и с гладко зачесанными назад русыми волосами. Старшая сестра Маруся относилась к ней с уважением. Училась Надя в Елизаветинской гимназии, в 16 лет перешла в 8 класс и кончила гимназию с золотой медалью. Я часто думал, вот у кого сильный характер. Мы расстались в 1908 году. Я видел ее перед моим отъездом за границу. Два года спустя она начала писать стихи. Не знаю, при каких обстоятельствах она познакомилась с Брюссовым. Осенью 1913 вышли две книги «Старая сказка Львовой» и «Стихи Нелли», без имени автора, посвященной Львовой, со вступительным стихотворением Брюссова, который был автором анонимной книги. Брюссов писал «Пора осознаться. Я не молод. Скоро сорок». Надя писала «Но когда я хотела одна уйти домой, я внезапно заметила, что вы уже не молоды, что правый висок у вас почти седой, и мне от раскаяния стало холодно». Эти строчки написаны осени 1913 года, а 24 ноября Надя покончила жизнь самоубийством. Она переводила стихи Жюля Лафорга, который писал о невыносимой скуке воскресных дней. В одном из его стихотворений школьница неизвестно, почему бросается с набережной в реку. Брюссов часто говорил о самоубийстве, над одним из своих стихотворений он поставил, как эпиграф, тютчевские слова. «И кто в избытке ощущений, когда кипит и стынет кровь, не ведал ваших искушений самоубийства и любовь?» А Надя застрелилась. В предисловии к посмертному изданию ее книги я прочитал. В жизни Львовой не было значительных внешних событий. Бог ты мой, сколько же должно быть событий в жизни человека? Пятнадцать лет Надя стала подпольщицей, в шестнадцать ее арестовали, в девятнадцать она начала писать стихи, в двадцать два года поняла, я только поэтка, и застрелилась. Кажется, хватит. Я еще не был знаком с Валерием Яковлевичем, когда получил от него письмо, в котором он рассказывал о своих переживаниях после самоубийства Нади. Меня не удивило, что она говорила Брюсова обо мне, но почему знаменитый поэт, к которому я относился как к мэтру, вздумал объясняться со мной, это осталось для меня загадкой. В подполье я делал все, что делали другие. Писал прокламации и варил в противне желатин, листовки мы размножали на гектографе, искал связи и записывал адреса на папиросной бумаге, чтобы при аресте успеть их проглотить, в рабочих кружках пересказывал статьи Ленина, спорил до хрепоты с меньшевиками и старался как мог соблюдать правила конспирации. Отобранные у меня при аресте записные книжки помогают мне воссоздать мой тогдашний облик. В одной из записных книжек, по словам обвинительного акта, имелись разные статистические сведения, касающиеся русских финансов, народного образования, промышленности, сельского хозяйства, а также стачек и локаутов в Германии. В другой переговорить с Борисом, квартира, купить книги относительно легальных газет, передать печать, передать Тимофею связь и переговорить с ним о лекциях, передать в хамовнике о шрифте, позвонить ткачу. Зимой мы часто встречались в чайных и кидали медики в пузо горластых органов, чтобы музыка заглушала разговоры. В чайных подавали колбасу, нарезанную кубиками, и вилки с обломанными зубьями. Колбаса воняла, не помогала даже горчиться. Чай пили в прикуску, откалывая кусочки сахара черными щипцами. В чайных было шумно, но не весело. Люди заходили отогреться. И домашняя жесткая тоска не оставляла их. Однажды я попал в ночную чайную для извозчиков. Перед этим я был на общегородском собрании в Марьиной роще. Нас накрыли, на всем удалось разбежаться. Я зашел в чайную, чтобы спрятаться от шпиков. Кругом сидели сонные извозчики. Хотя я пил чай с блюдечкой, даже пытался кряхтеть, наверное, я в точности походил на классического смутьяна, который снился всем околоточным. Впрочем, извозчики не обращали на меня внимания. Только один вдруг шумом встал, посмотрел на меня хитрыми глазами и сказал «Разве это жизнь?» Я тотчас выбежал на улицу. В общем, мне везло. Как-то вечером меня задержали на набережной возле бутиковской мануфактуры. На мне были прокламации. Меня повели в участок, а колодочный шагал рядом. Когда мы переходили Остоженку, он остановился, чтобы пропустить лихача, я же убежал вперед, и мне удалось выбросить прокламации. В участке меня продержали несколько часов, потом пришел пристав, выргался, и меня отпустили. Раз на нас донесла жена рабочего, в квартире которого мы собирались. Она ревновала мужа и решила ему отомстить. Но, видимо, она рассказала городовому что-то несусветное. Он лазил под кровать, приподнимал половицы, щупал карманы, искал оружие, и, ничего не найдя, ушел, даже не полюбопытствовал, кто мы такие. Недавно в государственном архиве на Пироговской я напал на выцветшую бумажку. Она мне напомнила, что в ночь на 1 ноября 1907 года в 3 часа утра в квартире гимназиста Ильи Григорьева Эренбурга, проживающего в доме Варваринского общества в Савеловском переулке, был произведен обыск, и что ничего предосудительного найдено не было, отобраны ноты русской марсельезы и различные открытки. В подрайоне, который мне поручили, находилась обойная фабрика Сладкова. Я подружился с механиком Тимофеем Ивановичем Илюшиным, энергичным и необычайно крепко стоящим на ногах. На фабрике устроили забастовку. Я выступал на собраниях и завел подписные листы, собирал среди студентов деньги для забастовочного комитета. Любил я из столяра краснодеревца весельчака Василия Ивановича Чадушкина. Ни он, ни Илюшин никак не походили на угрюмых рабочих хамовнического завода, которых я знал в годы детства. Пятый год не прошел бесследно, начал складываться рабочий авангард. У моих новых друзей я учился душевному веселью. Они жили плохо, работали тяжело и все же шутили. Для меня революционная работа была освобождением от лжи. Для них она была кровным делом, сложным, но естественным. Я хорошо помню некоторые пейзажи. Возле Шаболовки был большой пустырь, кое-где поросший жалкой травой. На ней лежали босые рабочие. Там они собирались, говорили о статье в газете «Вперед», а также о том, что рабочие обойные фабрики Сладкова требуют хозяйского мыла. Кто-нибудь обязательно стоял на часах, мог подойти свирепый городовой по прозвищу Шила. Собирались мы также на татарском кладбище среди старых плит, весной там цвели одуванчики, курослепы. Излюбленным местом собраний были Воробьевы горы. Наверху владельцы чайных палаток зазывали честную публику, дымили самовары, булькала водка, жаловалась гармоника. Ах, зачем эта ночь так была хороша? Собирались мы ниже, в лесочке, говорили о связях, о листовках, оттиснутых на гектографе, о том, что вчера один из организаторов провалился с адресами. Помню выборы делегатов на Стокгольмский съезд. Большевики должны были приглашать на предвыборные собрания меньшевика, меньшевики большевика. Ненавидишь всегда людей скорее близких, и кадеты мне были, кажется, милее меньшевиков. Я пошел на собрание меньшевиков печатников, там мое красноречие оказалось бессильным. Потом было собрание десяти или пятнадцати рабочих кирпичного завода, где имелась меньшевистская организация. От меньшевиков выступала девушка, очень серьезная, стеснявшаяся всего и всех. А я дерзил, вышучивал меньшевиков и победил. Рабочие проголосовали за большевистского делегата. Девушка чуть не плакала. Мы ушли с ней вместе, мне ее было жалко, но я усмехался. Как никак, я разбил оппортунистов. Говорят, что иногда человек не узнает себя в зеркале. Еще труднее узнать себя в мутном зеркале прошлого. Когда меня спрашивают о начале моей литературной работы, я называюсь стихи, которые написал весной 1909 года. На самом деле, мои первые писания относятся к 1907 году, и они куда ближе к самодеятельной публицистике, нежели к поэзии. В архиве на Пироговской сохранилась передовая статья журнала «Звено», написанная мною. Она переполнена пафосом 16-летнего Неофита. Тяжелое время, мы приступаем к изданию нашего журнала. Черная реакция охватила всю Россию. Передовой отряд революции пролетариат еще не оправился от поражений, не залечил своих ран. Радуются его враги. С криком «Горе побежденным» обрушиваются они на революционной армии, прежде всего на ее вождя российскую социал-демократию. С твердым сознанием новой силы, со светлой верой в конечную победу, загнанный в подполье пролетариат оттачивает свое оружие, строит свою рабочую партию. Мы разделяем его веру, глубоко ненавистен нам тот строй, где рядом с роскошью и развратом царит непроглядная нищета, власть рубля и нагайки. Мы твердо убеждены в его неизбежном падении, в приходе светлого царства свободы, равенства, братства. Залогом этого является великая международная борьба пролетариата в рядах социал-демократии. Под красное знамя зовет он всех униженных и оскорбленных, всех, кто искренне жаждет обновления человечества. Тернистой, но верной дорогой идет он к цели, к социализму, и нет и не должно быть зрителей в этой исторической борьбе. Кто не с ним, тот против него. К тем из учащихся, кто решил отдать свою жизнь дело освобождения труда, будет направлено наше слово. Мы хотим их подготовить к трудной роли быть барабанщиками и трубачами великого класса, хотим научить их науке борьбы, хотим спаять их крепким звеном с мессией будущего пролетарием. Я привел полностью мое первое литературное упражнение, конечно, не потому, что оно мне кажется удачным. Мне хочется показать, как происходит инфляция слов, и как слова меняют свое значение. В 1907 году я жаждал стать барабанщиком и трубачом, для того, чтобы в 1957 году написать в оркестре существуют не только трубы или барабаны. Другое мое сочинение, озаглавленное два года единой партии, не сохранилось. Судя по резюме охранника, я говорил, что партия не должна пренебрегать всеми видами легальной работы и в то же время должна усилить свою нелегальную деятельность. Вопросы партийной тактики, споры различных фракций в те времена меня увлекали. Я любил говорить о примирении, но говорил о нем непримиримо. На явках я встречал Варю, Тимофея, Таню, Егора Моргуна. Егор был студентом, Таня Курсисткой. Иногда с Николаем Ивановичем вечером я приходил в гости к Тане или к Лидии Недоконевой. Жили они на Владимира Долгоруковской. Говорили мы о партийных делах, но и шутили, смеялись. Недавно мне привелось встретиться после 50-летнего перерыва с Таней. Она оказалась Ногиной. Мы вспоминали далекое прошлое, как мы, начинающие пропагандисты, собирались на электрической станции у Смедовича, как хорошо шутил Николай Иванович, какой задорной и светлой была наша ранняя молодость. Встречался я неоднократно с Макаром и только много лет спустя узнал, что Макаром звали Ногина. Однажды на городское собрание пришел человек с усталыми и добрыми глазами. Я глядел на него с почтением, знал, что он член ЦК. Иннокентий Дубровинский внимательно разговаривал с каждым из нас. Одному товарищу он сказал «Плохо выглядите, нужно вам отдохнуть». Я помню, как на меня подействовали эти слова. Они не вязали с моим представлением о революции. Вернее сказать, мне очень хотелось простой человеческой ласковости, но я считал, что это слабость пережитки интеллигенщина. Осенью 1907 года мне поручили наладить связи с солдатами и создать организацию в казармах. Я был восхищен трудностью и ответственностью задания. Мне дали печать, все, что осталось после очередного провала. Я проштемпелевал две талонные книжки для сбора средств, а печать по глупости хранил у себя, считал, что она хорошо спрятана. В обвинительном акте говорится, что среди отобранных у меня предметов была мастичная печать военной организации при Московском комитете Российской Социал-демократической партии. Мне удалось познакомиться с писарем ни строевой роты, ни свижского полка. Он привел трех солдат пулеметной роты, потом к ним присоединился вольно определяющийся еще солдат шесть человек, один из черновиков Красной гвардии. Я продолжал читать романы, ходил в театры, иногда встречал знакомых, далеких от политики. Историки называют те времена началом реакции. После яркого пятого года наступила смутная эпоха. Все чего-то искали, оживленно спорили, волновались, а за всем этим чувствовались усталость, разуверение, пустота. Вместо миньона или шакона моих детских лет барышни разучивали перед испуганными мамашами кэ-ко-ок и мачиш. Просвещенное человечество приближалось к фокстроту. Студенты спорили, является ли Санин Арцебашев идеалом современного человека. Здесь было и нитшанство для невзыскательных, и эротика, более близкой к конюшне, чем Альду и откровенность нового века. Появился рассказ Анатолия Каменского, в котором подробно излагалось, как некий офицер успел соблазнить в один день четырех женщин. В художественном театре ставили жизнь человека Леонида Андреева, наивную попытку обобщать жизни, которые толковал в углу сцены некто в сером. Польку из этой пьесы напевали или насвистывали московские интеллигенты. В том же театре шли слепые Миттерлинка, и от символического воя впечатлительные дамы заболевали неврастении. Никто из них не предвидел, что через десять лет появится пшенная каша и анкеты. Жизнь казалась чересчур спокойной. Люди искали в искусстве несчастье как дефицитного сырья. Начиналась эпоха богоискательства скандинавских альманахов Навьих Чар. Казалось, я был забронирован своей непримиримостью, но нет, искусство забиралось и в мое подполье. Ночами я читал Гамсуна, Пана, Викторию, Мистерии, ругал себя за слабость, но восхищался, чувствовал, что есть другой мир, природа, образы, звуки, цвета. Чехов меня потрясал и тогда непонятной мне, но бесспорной правдой. Я шептал «Миссюсь, где ты?» Я был влюблен в даму с собачкой. Я увидел Айсидору Дункан, она была в античной тунике и танцевала совсем не так, как Гельцер. Я говорил себе по-прежнему, что все это чепуха, но порой не мог от чепухи заслониться. Еще гимназистам я сказал девушке, в которую влюбился. Короленко говорит, что человек создан для счастья, как птица для полета. Влюблялся я часто, и мне очень хотелось счастья, но я посвящал все силы все время другому. У нас часто употребляет, как по хвалу, эпитет монолитный, а монолит это каменная глыба. Человек куда сложнее, даже в 16 лет. Газеты были бойкими и мрачными, эсеры увлекались экспроприациями, людей вешали, охранники по ночам раздирали тюфяки и перетряхивали 80 томов энциклопедии Брокгауза и Ефрона. Блок тогда писал «Узнаю тебя жизнь, принимаю и приветствую звоном счета, но я не знал Блока. Я очень многого не знал. Я был маленьким монолитом с большой трещиной. Я ходил к гимназистке Асе Яковлевой, она была на два года старше меня и, наверное, лучше разбиралась в клубке человеческих чувств. Я рассказывал ей об итогах лондонского съезда и старался побороть многое, что теснилось в моей груди. Разговоры о пользе и вреде кооперации прервались короткими признаниями. Мы ссорились и мирились. На рождественские каникулы Ася уехала в Бобров, во-первых, разгромить там эсеров, во-вторых, подумать хорошенько о наших отношениях. При аресте у меня отобрали ее письмо, которое начиналось словами «Илья, мне хочется более спокойно поговорить с вами». А в конце была справка, реферата не читала, так как почти все эсеры куда-то испарились, а может и пыл пропал боевой. Трудно было спорить о статье Плеханова и одновременно мечтать о счастье. Я говорю об этом потому, что в отличие от многих писателей, моих сверстников, я очень рано увидел маленький макет того душевного мира, в котором прожил потом добрых пятьдесят лет. На дворе еще стоял, если не по календарю, то по быту девятнадцатый век, с клятвами Герцена и Огарева, с кружением сердца, с полиной Виардо, с чайкой, со стихами Натсена, а я между явками и романами Гамсуна уже предчувствовал климат иной эпохи. Я подтруниваю над самоуверенностью мальчишки, но именно в те годы решалось для меня многое. Конечно, я шел путанной дорогой, жизнь не шоссе, а искусство, и приподнимает человека, и порой уводит его в сторону. И все же я вижу, что сейчас мне близок шестнадцатилетний юноша, который писал наивные прокламации. Если что-либо помогло мне пережить годы сомнений, разуверений, то только сознание, что дело, которому я отдал себя свыше пятидесяти лет тому назад, диктуется и разумом века, и моей совести. Пришли за мной в два часа ночи. Я крепко спал и проснулся от голосов околоточного шпиков понятых. Я ничего не успел уничтожить. Обыск продолжался до утра. Мать плакала, и по квартире в ужасе носилась тетка, приехавшая погостить из Киева. Она была в пышной нижней юбке. Помню, меня успокаивала, даже радовала мысль, как хорошо, что две недели назад мне исполнилось семнадцать лет. Значит, никто не посмеет усомниться в моей полной ответственности. Я просидел в тюрьме всего пять месяцев, но я был мальчишкой, и мне казалось, что я сижу годы. Часы в заключении другие, чем на воле, и дни могут быть необыкновенно длинными. Иногда становилось очень тоскливо, особенно под вечер, когда доносились шумы улицы, но я старался совладать собой. Тюрьма в моем представлении была экзаменом на аттестат зрелости. За полгода я успел ознакомиться с различными тюрьмами, мясницкой, полицейской частью, сущевской, басманной, наконец, с бутырками. Повсюду были свои нравы. Тюрьмы были тогда переполнены, и неделю меня продержали в Пречистинском участке, ожидая, когда освободится место. В участке было шумно. Ночью приводили пьяниц, их нещадно лупили и сажали в пьянку. Так называлась большая клетка, похожая на клетки зоопарка. Сторожили меня городовые. Они часто сидя засыпали, а просыпаясь, зычно сморкались и бубнили что-то про беспокойную службу. Я думал о своем. Как глупо, что я не припрятал получше печать военной организации. Думал я также о Басе. Обидно, мы так и не успели всего договорить. Меня возили в охранное отделение, там унылый забастый фотограф приговаривал голову повыше, теперь в профиль. Я с детства увлекался фотографией, любил снимать, но не любил, когда меня фотографировали. А вот в охранке обрадовался, значит, меня берут всерьез. меня отвезли в мясницкую часть. Режим там был сносный, в крохотных камерах стояло по две койки, некоторые надзиратели были добродушными, позволяли походить по коридору, другие ругались. Помню одного, когда я просил выпустить меня в отхожее место, он неизменно отвечал «Ничего, подождешь». Смотритель был человеком малограмотным. Когда заключенным приносили книги для передач, он сердился, не мог отличить, какие из них крамольные. В государственном архиве я увидел его донесение, он сообщал в охранку, что отобрал принесенные мне книги «Альманах земля» и «Сочинение Ипсена». Один раз он вышел из себя «Черт знает что, книгу для вас принесли про кнут, не полагается, не получите». Как я потом узнал, книга, его испугавшая, была романом Кнута Гамсуна. В Мясницкой части сидел большевик Радус Зинькович. Мне он казался ветераном, ему было 30 лет. Сидел он не впервые, побывал в эмиграции. Моим соседом был также старик, человек с проседью. Разговаривая с ним, я старался не выдать, что мне 17 лет. Однажды начальник принес мне литературный альманах. Я его дал соседу, который час спустя сказал, «А здесь для вас письмо». Под некоторыми буквами стояли едва заметные точки. Книгу передала Ася. Я покраснел от счастья и от позора. В течение нескольких дней я боялся поглядеть соседу в глаза. Чувства мне казались недопустимой слабостью. Гуляли мы в крохотном дворике среди огромных сугробов. Потом неожиданно снег посерел, стало седать. Вблизилась весна. Иногда нас водили в баню. Это были чудесные дни. Вели нас по мостовой, прохожие глядели на преступников, кто с удивлением, кто с жалостью. Одна старушка перекрестилась и сунула мне пятачок. Я шел крайним. В бане мы долго мылись, парились и чувствовали себя как на воле. Наружную охрану несли солдаты жандармского корпуса. Они заговаривали с нами, говорили, что они нас уважают. Мы ведь не воры, а политики. Некоторые соглашались передавать письма на волю. 30 марта я послал письмо Аси. Вероятно, перед этим я получил от нее записку, которая меня огорчила, потому что писал только сознание, что для дела важно, чтобы я имел известие с волей, чтобы я не отстал от движения, заставило меня обратиться к вам с просьбой писать мне. Мое письмо было найдено у Аси при обыске и приобщено к делу. По нему я вижу, что в тюрьме продолжал жить тем же, чем жил на воле. Приятно слышать, что дело, выдержав такие препятствия, все же идет вперед. Но тоже ваше письмо говорит мне за мой план. Новые члены клуба могут быть весьма симпатичными парнями, но в их социал-демократичности я весьма сомневаюсь, и их организационная работа сведется к игре деток. Я перечитываю эти строки и улыбаюсь. 17-летний мальчишка изобличает детские игры новых членов ученической организации. Дальше я писал об общих политических вопросах. За москворецкое общество самообразование не разрешено. Трудовой союз закрыт. Правительство очевидно решило запереть дверь из подполья. Мы должны ее взломать. Только одно не следует забывать. Это только вспомогательные средства, а не центральные, которые должны лежать в работе в подполье. после того, как у Аси нашли это письмо, меня перевели из мясницкой части в Сущевскую. Новая тюрьма показалась мне раем. В большой камере на нарах спало множество людей. Нельзя было повернуться без того, чтобы не разбудить соседа. Все спорили, кричали, пели славное море священный Байкал. Смотритель был пьяницей, любил деньги, коньяк, шоколадные конфеты, одеколон, брокера, любил также общество интеллигентных людей, говорил, вы, политики, умницы. Разрешение на свидание не признавал, нужно было положить в бумагу три рубля. Передавать можно было все, но начальник брал себе то, что ему особенно нравилось. Иногда изрядно выпив, он приходил в камеру, улыбаясь, слушал споры СДКов с СССРами и приговаривал, вот вы ругаетесь, а я всех вас люблю, и СССРов, и большевиков, и меньшевиков. Люди вы умные, а что с Россией будет, это одному Господу Богу известно. У него был мясистый багровый нос в угрях, и от него всегда несло спиртом. Некоторые заключенные возмущались, весь день крик, нельзя почитать, выбрали старосту очкастого меньшевика. Он торжественно объявил, что с девяти часов утра до двенадцати шуметь запрещается. Ровно в девять три анархиста начали хрипло горланить, пусть черное знамя собой означает победу рабочего людо. Они не признавали никакого регламента, даже смотритель перед ними рабел. Вы это того преувеличиваете. когда в 1936 году мне привелось провести полгода с анархистами на Арагонском фронте, я вспоминал не раз камеру Сущевской части. Беспорядок, впрочем, царил не только в нашей камере, но и в охранке. В одной камере сидели и люди случайно арестованные, которые ждали со дня на день освобождения, и террористы, обвиняемые в вооруженных налетах. Им неделю просидел церковный староста, его взяли по ошибке, рассыскивали однофамильцы. Он каждому из нас обстоятельно доказывал, что он жертва случая, что он вполне благонадежен даже в помыслах, и никак не мог понять, почему мы в ответ смеялись. А когда пришли и сказали, что он может идти домой, он перепугался, стал говорить, что теперь-то его наверняка приведут назад. Столько он наслушался за неделю недозволенного. Один СССР, участник вооруженной экспроприации, ждал смертной казни. Звали его Иванов, не знаю, была ли это подлинная фамилия. Он симулировал самосшествие. Вначале он ограничивался кратковременными буйными припадками, потом не то переменил тактику, не то действительно тронулся, но круглые сутки изводил нас криками, похожими на клёкот птицы, беспричинным смехом, несвязанными разговорами. Следствие по моему делу вел жандармский полковник Васильев. Он старался расположить меня к себе, говорил о язвах режима, о том, что он в душе сторонник прогресса. Порой он льстил мне, порой изводил меня иронией пожилого и неглупого циника. Ему очень хотелось узнать, кто автор статьи «Два года единой партии». Скоро ли произойдет новый раскол? Какова позиция Ленина? На вопросы я отвечал односложно. Различные документы мне переданы различными лицами, назвать которых я отказываюсь. Он заводил разговор на общие темы, о горьком, о роли молодежи, о будущем России. Говорил «У меня сын вашего возраста, болван ничем не интересуется, танцы, барышни, ликеры, а с вами приятно поговорить, вы юноша оригинальный, да и начитанный». Во время одного из допросов он начал читать вслух письмо от Аси, отобранное у меня при аресте. Я возмутился, кричал, что это не относится к допросу, что я не допущу издевательства. Он был очень доволен, называя меня юношей с темпераментом. Предлагал чай с печеньем и отказывался. Однажды он рассказал мне, что к нему пришла девушка, которая сказала, что она моя двоюродная сестра по матери и просит о свидании со мной. Я спросил ее, а как зовут вашу матушку, а она даже отчество не знала. Зачем вы таких дур берете в свою организацию? Я ее не задержал. Вы, конечно, догадываетесь, о ком я говорю. Яковлева, Ася. Я еле сдержался, чтобы не выдать себя, и равнодушно отвечил, что все это не относится к делу. Полковник мне солгал. Вскоре после того, как Ася приходила к нему с просьбой о свидании, у нее был произведен обыск. На беду мое письмо из тюрьмы лежало у нее запечатанное на столе. Она не успела его прочитать и уничтожить. 8 апреля Асю арестовали и привлекли к делу об ученической организации, а две недели спустя выпустили под залог в 200 рублей. Разумеется, я ненавидел полковника Васильева, но он казался мне интересной фигурой, хитрым следователем из романа. Я ведь думал, что все жандармы глупые и невежественные держа морды. Жандармское управление помещалось на Кудринской площади. Возили меня на извозчике, рядом сидел жандарм. Я жадно разглядывал прохожих, вдруг окажется знакомый. Шли мастеровые, франты, гимназистки, военные, в палисадниках цвела сирень. Ни одного знакомого. На последнем допросе мне сказали, что будут привлечены к суду за участие в ученической организации РСДРП Эренбург, Осколков, Неймарк, Львова, Ивенсон, Соколов и Яковлева. Первая часть 126-й статьи. Помимо этого, я буду привлечен по первой части 102-й статьи за участие в военной организации. Васильев, усмехаясь, пояснил, вам лично должны дать шесть лет каторжных работ, но треть скостят по несовершеннолетию, потом вечные постеления. Оттуда вы удерете, я вас знаю. Некоторые заключенные, воспользовавшись разгильдяйством начальства Сущевки, организовали побег. Насколько я помню, удалось обижать четверым. Впервые я увидел смотрителя мрачным. Не знаю, остался ли он на своем посту, но мы поплатились. Нас тотчас перевели в различные места заключения, как соучастников побега. Увидев меня, смотритель басманной части гаркнул «Снимай портки!» Начался личный обыск. Из рая я попал в ад. Увесистая оплеуха быстро меня ознакомила с новым режимом. В басманке мы объявили голодовку, требуя перевода в другую тюрьму. Помню, как я попросил товарища, чтобы он плюнул на хлеб. Боялся, что не выдержу, я чипну кусок. Меня перевели в одиночную камеру бутырской тюрьмы. Для меня это было наказанием, дело, разумеется, в возрасте. Если бы теперь мне предложили на выбор общую камеру в сущевке или одиночку, я ни минуты не колебался бы, но в 17 лет коротать время самим собой нелегко, да еще без свиданий, без писем, без бумаги. Я попробовал перестукиваться, никто не ответил. На прогулку меня не пускали, в маленькое оконце врывался яркий свет летнего дня, воняла параша. Я начал читать вслух стихи, надзиратель пригрозил, что посадит меня в карцер. Я потребовал бумагу для заявления и написал в жандармское управление, что содержащийся в московской пересыльной тюрьме Илья Эренбург не хочет дольше сидеть за решеткой. Прошу немедленно освободить меня из-под стражи. Если же меня хотят заморить или свести с ума до суда, то пусть мне заявят об этом. Я переписываю эти строки и смеюсь, а когда я их писал, мне было совсем не смешно. Заявление пронумеровали и приобщили к делу. Тюремный врач нашел, что я болен острой формой неврастении. Он многого не знал. Я продолжал думать о различных партийных делах, об использовании для партийной работы кооперации, о некоторых рабочих с завода Гужона, которых следовало выдвинуть вперед. Сочинял без бумаги ответ Плеханову. Думал я и о том, что Ася сдала экзамены, поступает на высшие курсы, вряд ли наши пути в жизни сплетутся. Думал я в тюрьме и не только об этом. Я начал думать о жизни, о тех больших и не вполне ясных вопросах, о которых не успел задуматься на воле. В общем, и тюрьма хорошая школа, если только тебя не секут, не пытают, если ты знаешь, что посадили тебя враги и что о тебе дружески вспоминают единомышленники. С вещами. Я подумал, что меня переводят в новую тюрьму, но мне показали бумагу, распишитесь. Меня выпускали до судебного разбирательства под гласный надзор полиции. Я должен был незамедлительно покинуть Москву и выехать в Киев. Я вышел на Долгоруковскую и замер. Все можно забыть, а вот этого не забудешь. В спокойные времена в спокойной стране человек растет, учится, женится, работает, хворает, дряхлеет. Он может прожить всю жизнь, так и не поняв, что такое свобода. Вероятно, он всегда чувствует себя свободным в той мере, в которой положено быть свободным пристойному гражданину, обладающему средним воображением. Выйдя из тюремных ворот, я остолбенел. Извозчики, парень с гармошкой, лоток, молочная Чичкина, булочная Савастьянова, девушки, собаки, десять переулков, сто дворов. Можно пойти прямо, свернуть направо или налево. Вот тогда-то я понял, что такое свобода. Понял на всю жизнь. Никогда я не мог разгадать пушкинских строк, на свете счастья нет, но есть покой и воля. Много раз я думал над этими словами, но так их и не понял, жизнь изменилась. В 1949 году я сидел рядом с маршаком в портере Большого театра. На сцене произносили речи о Пушкине, это был юбилейный вечер. Потом мы пошли в кафе на углу Кузнецкого моста. Я спросил Самуила Яковлевича, о каком счастье мечтал Пушкин помимо покоя и воли. Маршак ничего не ответил. А на Долгоруковской я долго стоял и улыбался. Потом пошел домой на Остоженку мимо Страстной площади. Там я поздоровался с Пушкиным, по зеленым бульварам, шел и все время улыбался. Из Киева меня скоро выслали и заодно почему-то запретили проживание в Киевской, Волынской и Каменец-Подольской губерниях. Я получил проходное свидетельство в Полтау. Там жил брат моей матери, либеральный адвокат. Город мне показался милым. Тихие улицы, сады с золотыми деревьями, белые домики. Но гласный надзор полиции мог отравить жизнь и в ведилической Паутаве. Конечно, дядюшка меня любезно принял, но я понял, что чем реже буду у него бывать, тем ему будет спокойнее. Я начал поиски комнаты. Приходилось предупреждать квартиру владельцев, что я состою под надзором полиции. После такого предупреждения мне неизменно отказывали. Одни грубо, другие с виноватым видом, ссылаясь на тяжелые и без того условия. Наконец, я попал к мужскому портному Браве, который, посоветовавшись с женой, решил сдать мне комнатушку. Я вынул книги, тетради и решил прочно обосноваться в Полтаве. Разумеется, я надеялся продолжать подпольную работу. У меня был адрес одного рабочего, мне его дали в Киеве. В течение недели я ходил с одного конца города в другой, желая убедиться, что за мной не следует шпик. 11 ноября 1908 года начальник Полтавского жандармского управления полковник Нестеров писал «По организации РСДРП доношу, что вновь вошедшие лица в сферу наблюдения за октябрь следовал список и в нем Илья Григорьев Эренбург, студент». Жалко, что с его донесением я ознакомился полвека спустя. Наверное, мне польстило бы, что он принял меня за студента. Мне трудно было бы вспомнить некоторые подробности моей полтавской жизни. На помощь еще раз пришли архивы полиции. Копия с полученного агентурным путем письма поднадзорного Ильи Григорьева Эренбурга. Полтава от 21 сентября 1908 года к Симе в Киев. «Уважаемый товарищ, сообщаю некоторые сведения о состоянии полтавских организаций. Существует два-три кружка. Сил нет. Вообще положение плачевное. Говорить при таких условиях о конференции по меньшей мере смешно. Меня, как большевика, долго не пускали, да и теперь держат на исключительном положении. Очень просил бы вас выслать несколько десятков южного пролетария, а также сообщить, что у вас нового. Я не помню Симы, но вспоминаю, что в Полтаве была меньшевистская организация, и будучи большевиком, к тому же чрезвычайно молодым и чрезвычайно дерзким, я напугал милого тщедушного меньшевика с чеховской бородкой, который приговаривал, «Нельзя же так все сразу, правда, нельзя». Мне удалось, однако, связаться с тремя большевиками, работавшими в железнодорожном депо, и написать две прокламации. Я должен был раз в неделю являться в участок, но гласный надзор этим не ограничивался, то и дело ко мне приходили городовые, будили на рассвете, стучали в окошко ночью. Как-то возвратившись домой, я увидел на моей постели городового в башлыке. Он укоризненно сказал «Се ходить?» Взял со стола тетрадку, конспект истории философии Куна Фишера, аккуратно связал веревкой мои книги и уволок их. Портной браво, всхлипывая, попросил меня освободить комнату. В участке ему сказали, что если он меня не выдворит, у него будут крупные неприятности. Снова начались унизительные поиски жилья. На третий или четвертый день я нашел удобную комнату и хозяин в ответ на мое предупреждение рассмеялся. Я сам поднадзорный. Он сочувствовал эсерам. И мы по ночам спорили о роли личности в истории. Иногда нашу дискуссию прерывал очередной визит городового. Дядя предложил мне пойти в окружной суд. Он защищал Горемыку, которого обвиняли в краже. Я начал каждый день ходить на судебные разбирательства. Они мне показались куда интереснее романов. Я знал, что люди живут плохо. Помнил казармы хамомнического завода. Видел ночлежки, ночные чайные, пьяниц, людей жестоких и темных. Увидел тюрьму. Но все это было извне. А на суде передо мной раскрывались сердца людей. Почему тихая скромная крестьянка зверски убила соседа? Почему старик зарезал патчерицу, с которой он жил? Почему люди верили рябому уродливому чудотворцу? Почему они полны темноты предрассудков бурных и непонятных им самим страстей? Я и до того знал, что есть база и надстройка, но в Полтаве я впервые серьезно задумался над уродливостью и вместе с тем прочностью надстройки. Прежде мне казалось, что можно изменить людей в 24 часа, стоит только пролетариату взять в свои руки власть. Слушая признания подсудимых, показания свидетелей, я понял, что все не так просто. Я взял из библиотеки рассказы Чехова. В Полтаве я продержался всего полтора месяца. Меня вызвал полицмейстер и сказал, что мне придется покинуть город. Куда вы намереваетесь отправиться? Я ответил первое, что мне пришло в голову, Смоленск. Я не знал, что причиню хлопоты властям Смоленски. Недавно Островская, научный сотрудник Смоленского архива прислала мне справку. Оказывается, полковник Нестеров сообщил своему коллеге в Смоленске генералу Громыко, что бывший студент Илья Григорьев Эренбург 10 ноября изъявил свое согласие перейти на жительство в город Смоленск, куда ему полтавским полицмейстерам было выдано проходное свидетельство. Одновременно полковник Нестеров предупреждал генерала Громыко, означенный Эренбург, проживая в Полтаве, успел войти в сношение с лицами, принадлежащими к местной организации Российской Социал-демократической рабочей партии. 24 ноября начальник Смоленского жандармского управления приказал тотчас сообщить ему о моем приезде в Смоленск. Меня долго разыскивали. Из Полтавы я поехал в Киев и неделю прожил там без прописки. Каждую ночь приходилось ночевать на новом месте. Как-то я пришел вечером по указанному адресу, звонил, стучался в дверь, но напрасно. Может быть, я неверно записал адрес, не знаю. Я шагал по Бибиковскому бульвару. Было холодно, падал мокрый снег. Навстречу шла молоденькая девушка, на ней были летние туфли. Она позвала меня. «Пойдем?» Я отказался. Час спустя мы снова встретились. Она поняла, что у меня нет ночлега, отвела к себе в теплую комнату. «Отогрейся». Дала пачку папирос, я не курил, но от папироса никогда не отказывался, а сама пошла на бульвар искать клиента. Среди проституток есть много женщин с нерастраченной нежностью. Это понял итальянский кинорежиссер Феллини, работая над ночами Кабирии. Я видел его последний фильм «Сладкая жизнь», фильм чрезвычайно жестокий, в нем, пожалуй, единственная теплая человеческая эта римская проститутка, которая доброжелательно принимает у себя парочку богатых изломанных влюбленных. В Москве меня ждали те же трудности. Домой я не мог пойти и не знал, где мне приютиться. Пришлось разыскивать знакомых, не связанных с подпольем, так называемых сочувствующих. Один мой товарищ по гимназии, увидев меня, чрезвычайно испугался, стал говорить, что он сдает выпускные экзамены, что я могу погубить всю его жизнь, предлагал деньги и выталкивал в переднюю. Ночевал я у одной акушерки. Она так боялась, что не могла уснуть, да и мне не дала. Все время ей казалось, что кто-то идет по лестнице. Она плакала и жадно глотала эфирно-валериановые капли. Вскоре ночевки иссякли. Я провел ночь на улице. Я ходил и думал, вот мой город, вот дом, куда я приходил, и для меня нет места. Глупые мысли, их оправдывает только молодость. Еще более глупым было дальнейшее. Я направился в жандармское управление и заявил, что предпочитаю тюрьму гласному надзору. Полковник Васильев долго надо мной смеялся, потом сказал, ваш батюшка подал заявление о том, чтобы вам разрешили кратковременный выезд за границу для лечения. Я решил, что полковник надо мной издевается, но он показал мне бумагу о том, что на юридическом языке называется изменением меры пресечения. В бумаге говорилось, что надзор полиции признан недостаточным и что для обеспечения явки на судебное разбирательство мой отец должен внести за меня залог в размере 500 рублей. За Кору Ивансон взяли 400, за Неймарка 300, за Яковлеву 200, за Осколкова 100. Не знаю, кто устанавливал расценку и чем он руководствовался. Обвинительный акт был вручен обвиняемым полтора года спустя, 31 мая 1910 года. Я тогда жил в Париже и писал стихи о средневековых рыцарях. Меня официально уведомили, что мой отъезд за границу был произведен незаконно, ибо закон исключает возможность разрешения обвиняемым пребывания за границей, то есть за пределами досягаемости. Отцу было объявлено, что внесенный им залог на основании 427 статьи Устава уголовного уложения будет обращен в капитал на устройство мест заключения. Судебная палата в сентябре 1911 года разбирала дело об ученической организации. Дело о скрывшихся Эренбурге и Неймарке выделили и отложили до розыска виновных. Судили тех, у кого ничего не нашли. Защитники не без оснований указывали, что зачинщики скрылись, осколково приговорили к 8 месяцам заключения, остальных оправдали. Уезжать за границу мне не хотелось. Все, чем я жил, было в России. Я разыскал одного из товарищей, он сказал, поезжайте, вам нужно пополнить политическое образование. Ленин теперь не в Женеве, а в Париже. Поезжайте в Париж, там вы найдете Савченко, Людмилу. Я решил пробыть в Париже год, а потом нелегально вернуться в Россию. Только в Париж, сказал я родителям. Мать плакала, ей хотелось, чтобы я поехал в Германию и поступил в школу. В Париже много соблазнов, роковых женщин, там мальчик может свихнуться. Я уезжал с тяжелым сердцем и с еще более тяжелым чемоданом. Туда я положил любимые книги. На мне было зимнее пальто, меховая шапка, ботинки. 7 декабря 1908 года генерал Громыко сообщал полтавскому полковнику Нестерову, что Илья Григорьев Эренбург в город Смоленск до сего времени не прибывал. В тот самый день Илья Григорьев, высунувшись из окна вагона третьего класса, недоверчиво глядел на зеленую траву и на маленькие домики парижских пригородов. Я хорошо помню декабрьский день, когда я вышел из северного вокзала на грязную шумную площадь. Меня удивил ветер, в нем чувствовалось дыхание моря, мне стало весело и тревожно. Чемодан я оставил в камере хранения и почувствовал себя сразу свободно. Правда, одет я был несуразно, но никто не обращал на меня внимания. В первые же часы я понял, что в этом городе можно прожить незаметно, никто тобой не интересуется. Я зашел в бар. У цинковой стойки стояли краснолицые извозчики в цилиндрах. Они пили загадочные напитки, багровые и зеленые. Я вспомнил московских извозчиков и защемило сердце. Эти ведь не станут говорить про овес. Я заказал кофе. Хозяйка меня о чем-то спросила, я не понял. Я был убежден, что могу говорить по-французски, учился в гимназии, брал частные уроки, но выяснилось, что я знаю несколько сот слов, которые Росин вставлял в свои трагедии, а самых необходимых в жизни не понимает. Мне дали черный кофе в бокале и рюмочку рома. Я испугался, но выпил. Я знал, что русские эмигранты живут неподалеку от латинского квартала и спросил полицейского, как мне туда добраться. Он мне показал на амнибус. В Париже оказалась наша конка, только без рельсов и двухэтажная. Я взобрался на империал и сел рядом с кучером. В руке у него был длинный кнут. Он-то и дело засыпал. На его нижней губе дрожал погаши окорок сигареты. Просыпаясь, он начинал петь. Так как он много раз просыпался, то в конце концов я понял первые слова песни «Сердце цыгана это вулкан». Ему было под шестьдесят. Он казался даже не старым, а древним, как пепельные дома Парижа. Путь был длинным, с одного конца города на другой. Мы пересекли большие бульвары, тогда это был центр города. Я вдруг догадался, что здесь не только другие нравы, но и другой календарь. Сегодня двадцатое декабря, скоро Рождество, вот почему всюду рекламы, подарки, праздничные ужины. На бульварах было множество палаток. В одних продавали всяческую дебидень, в других были огромные непонятные мне игры, рулетки. На углах улиц стояли певцы с нотами. Они пели что-то грустное, зеваки, толпившиеся вокруг, подпевали. На тротуарах громоздились кровати, буфеты, шкафы, мебельные магазины. Вообще все товары были на улице. Мясо, сыры, апельсины, шляпы, ботинки, кастрюли. Меня удивило количество писсуаров. На них было написано «Лучший шоколад нынье». Внизу краснели штаны солдат. Ветер был холодный, но люди не торопились. Они не шли куда-то, а прогуливались. Кафе были с террасами, и на многих террасах чадили жаровни. Возле них сидели почтенные старики. Мне захотелось написать Асе, сестрам, наде Львовой, что в Париже топит улицу. Никто не поверит. На бульваре Себастополь я увидел паровой трамвай. Он трагически свистел. Извозчики гикали и щелкали бичами. Пролеток не было. У извозчиков были кареты, как у московского генерала-губернатора. Я увидел, что в одной карете едет парочка. Они целовались. Я поспешно отвернулся, чтобы не помешать им. Иногда дорогу пересекали кареты без лошадей, автомобили. Они гудели, грохотали, и лошади шарахались в ужасе. Я дал кондуктору серебряную монету. Он попробовал ее на зуб, и, заметив мое изумление, весело улыбнулся. Никогда прежде я не видел на улице столько людей. Москва мне показалась милым, спокойным детством. Отчаянно кричали газетчики «Ля Пресс», «Ля Патри». Я думал, что приключилось важное событие. Может быть, Германия объявила войну, или эсеры бросили бомбу в Столыпино? Конечно, индивидуальный террор ничего не может решить, но все-таки приятно. Газетчик на ходу вскочил в Амнибус. Я купил газету. На первой странице был большой портрет неизвестного мне человека. Я долго изучал заголовки и понял, что этот человек убил свою любовницу, положил труп в сундук и отправил малой скоростью в Нанси. Я не знал, где мне нужно слезть, чтобы попасть в латинский квартал, и, наконец, спросил кучера. Он засмеялся и сказал, «Слезайте». Это было на площади Денфер-Роширо. Посередине площади был памятник. Сердитый лев глядел прямо на меня. Я прочитал на цоколе, что он поставлен в память защиты Бельфора от пруссаков. Я с радостью подумал, что увижу стену коммунаров. В Москве я устраивал лекции Потемкина для студентов и гимназистов. Он красиво говорил и кончил словами «Комуна умерла? Да здравствует коммуна!» Прохожие в моем представлении сливались с анкелотами, с альвиным мужеством защитников Дельфора и с коммунарами, о которых я знал по книжке Лесогаре. Но нужно найти комнату. Гостиниц было очень много. Я выбрал одну с самой маленькой вывеской, наверное, здесь дешевле. Хозяйка дала мне медный подсвечник, закапанный с теорином, большой ключ и крохотное полотенце, похожее на салфетку. Я протянул ей паспорт, но она ответила, что это ее не интересует. В номере стояла очень большая высокая кровать, занимавшая почти всю комнату. Пол был каменный. Я принял окно за дверь на балкон. Балкона, однако, не оказалось. Я увидел, что во всех домах такие же окна, прямо от пола. А вот стола в номере не было. Удивительно, даже в комнатушке портного Браво стоял стол. В номере было холодно. Я спросил хозяйку, нельзя ли затопить камин. Она ответила, что это очень дорого и обещала положить мне на ночь в кровать горячий кирпич. На следующий день я все же решил разориться и коридорный принес мне мешок с углем. Я не знал, как зажечь камин. Уголь был каменным. Положил газеты с щепки. Все быстро сгорело, а проклятый уголь не зажигался. Я вымазал лицо и уснул снова в холодной комнате. Сидеть в номере было глупо. Я отложил поиски Савченко и Людмилы на следующий день и пошел бродить по Парижу. Мужчины были в котелках, женщины в огромных шляпах с перьями. На террасах кафе влюбленные преспокойно целовались, я даже перестал отворачиваться. По бульвару Сен-Мишель шли студенты, шли по мостовой, мешая движению, но никто их не разгонял. Сначала мне показалось, что это демонстрация, но нет, они просто развлекались, продавали жареные каштаны, стал накрапывать дождик. В Люксембургском саду трава была нежно-зеленая в декабре. Мне было очень жарко в ватном пальто. Ботики и меховую шапку я оставил в гостинице. Пестрели яркие афиши. Все время мне казалось, что я в театре. Я долго прожил в Париже. Различные события, лица, обрывки фраз смешались в моей памяти, но первый парижский день я хорошо запомнил. Этот город меня поразил. Самое удивительное, что он остался прежним. Москвы не узнать, а Париж все тот же. Когда я теперь приезжаю в Париж, мне становится невразимо грустно. Город тот же изменился я. Мне трудно ходить по знакомым улицам. Это улицы моей молодости. Конечно, давно нет ни фиакров, ни амнибусов, ни парового трамвая, неоновой вывески куда ярче прежних. Редко можно увидеть кафе с красными бархатными или кожаными диванами. Писсуаров осталось мало, они запрятались под землю. Но ведь это мелочи. По-прежнему люди живут на улице, влюбленные целуются, где им вздумается. Никто ни на кого не обращает внимания. Старые дома не изменились. Что им лишних полвека, и в их возрасте это нечувствительно. Слов нет, изменился мир. Следовательно, и парижане должны думать о многом, о чем они раньше не подозревали. Об атомной бомбе, о скоростных методах производства, о коммунизме. Но с новыми мыслями они все же остаются парижанами. И я убежден, что если теперь попадет в Париж 18-летний советский паренек, он разведет руками, как я в 1908 году. Театр. На следующий день я отправился в латинский квартал. На бульваре Сен-Мишель я стал прислушиваться к разговорам прохожих. Как только услышу русскую речь, спрошу, где здесь эмигрантская библиотека. Там-то, наверное, мне скажут адрес Савченко и Людмилы. Я потратил на поиски полдня. Библиотека помещалась на авеню де Гобелен в глубине грязного двора. Я поднялся по винтовой лестнице в помещение, походившее на длинный сарай. Там стояли полки с книгами, лежали русские газеты. Там я познакомился с библиотекарем, товарищем Мироном Инбертом. Он был меньшевиком. Это меня огорчило. Но вскоре я понял, что он озабочен одним, не хочет, чтобы читатели зачитывали библиотечные книги. Он мне прочел длинные лекции о том, как обращаться с книгой и обещал никогда не загибать страниц и не делать на полях заметок. Он все же подпустил шпильку, сказал, что именно некоторые большевики любят писать на библиотечных книгах. Это был близорукий, тихий и доброжелательный человек. Каждый вечер он отправлялся в маленькую пивную на улице Брока, там ел сосиски и работал, составлял словарь зарубежных изданий. Он не знал, где живут Савченко и Людмила, но сказал, что скоро придет кто-нибудь из большевистской группы содействия. Действительно, два часа спустя я уже был на квартире, где жили Савченко и Людмила. У них были две маленькие комнаты, кухня с газом, в комнатах стояли раскладушки. Все напоминало студенческую квартиру где-нибудь на козихах. Вот только газовая плитка меня заинтересовала. Савченко была заботливой женщиной лет тридцати. Мне она казалась старухой. Она сразу начала меня опекать, сказала, что жить в гостинице дорого, и что завтра она пойдет со мной, мы найдем меблированную комнату, это нетрудно, у подъезда висит желтое объявление, а вот сегодня вечером они возьмут меня на собрание большевистской группы, там будет Ленин. Мы обедали, я нервничал, глядел на часы, не опоздать бы. Конечно, Ставченко и Людмила рассказывают удивительные вещи о Париже, но если я сюда приехал, то с одной целью увидеть Ленина. Большевистская группа собиралась в кафе на авеню Дорлеан, неподалеку от Бельфорского Льва. На втором этаже имелась небольшая зала. Как-то принято в Париже, ее предоставляли безвозмездно, посетители должны оплачивать только кофе или пиво. Мы пришли одними из первых. Я спросил Савченко, что мне заказать. Она ответила «Гренадин». Все наши пьют гренадин. Действительно, всем приносили ярко-красный приторный сироп, к которому добавляли сельсерскую воду. Только Ленин заказал кружку пива. Потом я неоднократно слышал, как официанты удивлялись. Революционеры пьют гренадин. Сироп французы прибавляют к чересчур горьким крепким напиткам. А в воскресенье, когда посетители приводят в кафе всю семью, малышей бесплатно угощают гренадином. На собрании было человек тридцать. Я глядел только на Ленина. Он был одет в темный костюм с стоячим крахмальным воротничком. Выглядел очень корректно. Я не помню, о чем он говорил, но, будучи достаточно дерзким мальчишкой, я попросил слова и в чем-то возразил. Он ответил мне мягко, не обругал, а разъяснил. Я того-то не понял. Людмила мне сразу сказала, что я поступил глупо. Когда собрание кончилось, Владимир Ильич подошел ко мне. Вы из Москвы? Я ему объяснил, что в московской организации работал до января, потом был арестован, попытался устроиться в Полтаве, там разыскал товарищей. Ленин сказал, чтобы я к нему зашел. Я разыскал дом на уличке возле парка Монсури. Теперь я проверил, это была улица Бонье. Я долго стоял у двери, не решался позвонить. От недавней дерзости не осталось следа. Дверь открыла Надежда Константиновна. Ленин работал. Он сидел, задумавшись над длинным листом бумаги, чуть щурил глаза. Я рассказал ему о провале ученической организации, о статье «Два года единой партии», о положении в Полтаве. Он внимательно слушал, иногда едва заметно улыбался. Мне казалось, он догадывается, что я еще мальчишка, и это путало мои мысли. Я сказал, что помню на память адреса для рассылки газеты. Надежда Константиновна адреса записала. Я хотел уходить, но Владимир Ильич меня удержал. Он стал расспрашивать, как настроена молодежь, кого из писателей больше читают, популярны ли сборники знания, на каких спектаклях я был в Москве, у Корша, в художественном театре. Он ходил по комнате, а я сидел на табурете. Надежда Константиновна сказала, что время обедать. Я решил, что засиделся, но меня оставили, накормили. Меня удивил порядок. Книги стояли на полке, на рабочем столе Владимира Ильича ничего не было накидано, не похоже ни на комнату моих московских товарищей, ни на квартиру, где жили Савченко и Людмила. Владимир Ильич несколько раз повторил Надежде Константиновне, вот прямо оттуда знает, чем живет молодежь. Меня поразила его голова. Я вспомнил об этом пятнадцать лет спустя, когда увидел Ленина в гробу. Я долго глядел на этот изумительный череп. Он заставлял думать не об анатомии, но об архитектуре. Много лет спустя после смерти Ленина я взял воспоминания Надежды Константиновны Крупской. Надежда Константиновна рассказывала, что Ленин прочитал мой первый роман. Это, знаешь, Илья Лохматый, кличка Оренбурга, торжествующе рассказывал он. Хорошо у него вышло. Я был у Владимира Ильича в самом начале 1909 года, и я не знал, что снова с ним мысленно разговаривал незадолго до его смерти в 1922 или 1923 году, когда он читал мою книгу Хулио Хуренито. Несколько раз я слышал Ленина на собраниях. Говорил он спокойно, без пафоса, без красноречия, слегка картавил, иногда усмехался. Его речи походили на спираль. Боясь, что его не поймут, он возвращался к уже высказанной мысли, но никогда не повторял ее, а прибавлял нечто новое. Некоторые из подражавших впоследствии этой манере говорить, забывали, что спираль похожа на круг и не похожа, спираль идет дальше. Ленин внимательно следил за политической жизнью Франции, изучал ее историю, ее экономику, знал быт парижских рабочих. Он не только говорил по-французски, но и мог писать на этом языке статьи. В мае 1909 года я был на демонстрации у стены коммунаров. Впереди шли участники коммуны. Их было еще много, и они бодро шагали. Мне они показались глубокими стариками. Я думал о коммуне, как о странице древней истории, ведь это было 38 лет назад. У стены коммунаров я увидел Ленина. Он стоял среди группы большевиков и глядел на стену. Из камня выступали тени федератов. Видел я Ленина и в библиотеке Сент-Женевьев, и на скамейке в парке Монсури среди старух и детишек, и в рабочем театре на улице ГТ, где певец Монтегюс пел революционные песенки. В пылу полемики против эсеров, пренебрегавших законами развития общества, я, разумеется, отрицал Несколько лет назад я задумался над фразой из письма Энгельса «Маркс и я отчасти сами виноваты в том, что молодежь иногда придает большее значение экономической стороне, чем это следует. Нам приходилось, возражая нашим противникам, подчеркивать главный принцип, который они отрицали, и не всегда находилось достаточно времени, места и повода отдавать должное и остальным моментам, участвующим во взаимодействии. Пример Ленина поставил многое на свое место. Когда я пришел к Владимиру Ильичу, консьержка мне строго сказала «Вытрите ноги». Разве она понимала, кто ее жилец? Разве понимал официант кафе на авеню Дорлеан, что о господине, который заказывает кружку пива, восемь лет спустя будет говорить весь мир? Разве догадывались посетители библиотеки, что человек, аккуратно выписывающий из книг цифры и имена, изменит ход истории, что о нем будут писать десятки тысяч авторов на всех языках мира? Да разве я, с благоговением, глядевший тогда на Владимира Ильича, мог себе представить, что передо мной человек, с которым будет связано рождение новой эры человечества? Никогда не забудут четыре ночи, предшествовавшие похоронам Ленина, когда Москва прощалась с Владимиром Ильичем. Стояли жестокие морозы, на площадях горели костры. Входя в колонный зал, взрослые мужчины, вчерашние красногвардейцы, плакали, как дети. Случилось чудо! В эти четыре ночи перед всеми раскрылась история. То, что еще недавно казалось зыбкой газетной хроникой, сразу стало гранитом. Все поняли, что создал Ленин. Владимир Ильич был в жизни простым, демократичным, участливым к товарищам. Он не посмеялся даже над нахальным мальчишкой. Такая простота доступна только большим людям. И часто, думая о Ленине, я спрашивал себя, может быть, воистину великой личности чужд, даже неприятен культ личности? Ленин был человеком большим и сложным. В бурные годы гражданской войны после исполнения соната Бетховена Исаием Добровейном Ленин сказал горькому, ничего не знаю лучше апассионаты, готов слушать ее каждый день, изумительная нечеловеческая музыка. Я всегда с гордостью, может быть, наивный, думаю, вот какие чудеса могут делать люди. И, прищурясь, он прибавил невесело, но часто слушать музыку не могу, действует на нервы. Хочется милой глупости говорить и гладить по головкам людей, которые, живя в грязном аду, могут создавать такую красоту, а сегодня гладить по головке никого нельзя, руку откусят, и надо б набить по головкам, бить безжалостно, хотя мы в идеале против всякого насилия над людьми. Хм, должность адски трудная. Я выписал эту длинную цитату из воспоминаний Горького, потому что она слишком тесно связана с моей жизнью и с моими мыслями. Нет, местоимений не то. С нашим веком, с нашей судьбой. Мне довелось повидать различные эмиграции, левые и правые, богатые и нищие, уверенные в себе и рассеренные. Видел я и русских, и немцев, и испанцев, и французов. Одни эмигранты вздыхали о прошлом, другие жили в будущем. Но есть нечто общее между эмигрантами различных толков, различных национальностей, различных эпох. Отталкивание от чужбины, где они очутились не по своей воле, обостренная тоска по родине, потребность жить в тесном кругу отечественников и вытекающие отсюда неизбежные распри. Старый большевик Шаповалов попал в эмиграцию после революции 1905 года. Он рассказывает, как возмущались его товарищи бельгийскими нравами. Ну и к черту эту Бельгию с ее хваленой свободой. Оказывается, что здесь не смей после десяти часов вечера в своей же комнате не ходить в сапогах, не петь, не кричать. Задолго до этого Герцен, описывая эмиграции в Лондоне, говорил, что француз не может примириться с рабством, по которому трактиры заперты в воскресенье. Взрослые растения трудно пересаживать, они болеют, часто гибнут. Теперь у нас применяется зимняя пересадка. Дерево выкапывают, когда оно в литургии. Весной оно возвращается к жизни на новом месте. Хороший метод, особенно потому, что у дерева нет памяти. Я помню Мигеля Унамуна в Париже. Он был эмигрантом во времена Примо де Ривера. Он сидел в кафе Ротонда и вырезывал из бумаги драконов и выков. Потом к его столько присаживались испанцы, и Унамуна говорил им, что во Франции нет, не было, да и никогда не будет рыцаря печального образа. Он сам походил на Дон Кихота. Помню Эрнста Толлера в Лондоне, задыхающегося от туманов и лицемерия. Он не выдержал жизни в изгнании и покончил с собой. Жан-Ришар Блок годы войны провел в Москве. Человек большой воли, он старался не выдать своей тоски, но когда он говорил о Франции, его печальные глаза становились еще печальнее. На стене комнаты в гостинице «Националь» висела голубая бумажка, обертка давно выкуренных французских сигарет. Пабло «В в 1946 году, находясь в Париже, я пошел проведать Ремезова, тяжело больного, сгорбленного в три погибели. Он был одинок, жил в нищете и в томлении. Почему он очутился в эмиграции? Вряд ли он сам смог бы это объяснить. Он говорил, что во сне видит всегда Россию, давних друзей, Петербург студенческих лет. А в комнате висели русские картинки, русские зверушки и, конечно же, русские чертяки. В 1932 году я писал про белых эмигрантов. Вокруг них жизнь, которой они по существу никак не причастны. Они живут в Париже, как в чердачной конуре роскошной гостиницы. Разучившись говорить по-русски, они не овладели французским языком. Они плачут, когда смотрят в маленьком русском театре дети Ванюшины. Они мурлычут песенки Вертинского. Они ходят на вечера различных землячеств. Они не могут расстаться даже со старым календарем и встречают Новый год 13 января. В одной русской квартире я видел самовар, воду для него нагревали на газовой плитке. Все отличало дореволюционную эмиграцию от белой. Русские беженцы, добравшиеся после революции до Парижа, поселились в буржуазных кварталах, в Пасси, в Отей. А революционная эмиграция жила на другом конце города, в рабочих районах Гобылен, Итали, Монруш. Белые пооткрывали рестораны «Боярский теремок» или «Тройка». Одни были владельцами трактиров, другие подавали кушанье, третий танцевали «Лесгинку» или «Камаринскую», чтобы позабавить французов. А эмигранты-революционеры ходили на собрания французских рабочих. СССРы спорили с ССДками, отзависты со сторонниками Ленина. Разные люди, разная и жизнь. Если я заговорил о некоторых чувствах, присущих всем людям, оказавшимся по неволе на чужбине, то только для того, чтобы объяснить мое душевное состояние, когда в январе 1909 года я наконец-то снял меблированную комнату на улице Данфер-Рошеро, разложил привезенные с собой книги, купил спиртовку, чайник и понял, что в этом городе я надолго. Конечно, Париж меня восхищал, но я сердился на себя. Нечем восхищаться. Я уже не был ребенком. Меня пересадили без кома земли, и я болел. Турист может восторгаться невиданной им природой, чужими нравами. Он ведь приехал для того, чтобы смотреть. А эмигрант и восторгаясь отворачивается. «Здесь нет весны», — думал я в тоске. «Разве французы могут понять, как идет лед, как выставляют двойные рамы, как первые подснежники пробивают ледяную кору?» В Париже и зимой зеленела трава. Зимы вообще не было. Я печально вспоминал сугробы зачатевского переулка, Надю, облачко возле ее губ, тепло руки в муфте. «Бог ты мой! Сколько во Франции цветов! Ползли по стенам душистые глицинии, в каждом полисаднике были чудесные розы, но, глядя на ужайки Медона или Кламара, я огорчался. Где же цветы? Как молитву я повторял мать и мачеха, Иван да Мария, купальница, львиный зев. Французы мне казались чересчур вежливыми, неискренними, расчетливыми. Здесь никто не вздумает раскрыть душу случайному попутчику, никто не заглянет на огонек. Пьют все, но никто не запьет с тоски на неделю, не пропьет последние рубашки. Наверное, никто и не повесится». Повесился Виталий. Говорили, что он запутался, залез в долги, выдавал чужие стихи за свои. Мне он часто говорил, что ему тошно в Париже. Я бывал у Тамары Надольской, худой девушки с глазами лунатика. Мы говорили о России, о больших чувствах, о цели жизни. Жила она в мансарде. В оконце был виден огромный чужой город. Она повторяла, что все в жизни оказалось не таким, как она думала. Она выбросилась из оконца на мостовую. Таню Рашевскую я знал еще в Москве. Она была сестрой моего школьного товарища Васи. Сидела в тюрьме, уехала в Париж, поступила на медицинский факультет, вышла замуж за красивого румына. Потом отравилась. На похороны приехала ее мать из Москвы. Уломали попа, дали всем свечи, дьякон пел и презревший все прегрешения. Иногда я ходил на доклады, их называли рефератами. Мы собирались в большом зале на авеню Де Шуази. Зал был похож на сарай. Зимой его отапливали посетители. Луначарский рассказывал о скульпторе Родене. Калантай обличала буржуазную мораль. Порой врывались анархисты, начиналась потасовка. Когда я начал писать стихи, Луначарский меня приободрил, говорил мне, что можно быть революционером и любить поэзию. Анатолий Васильевич был для меня мостом. Он связывал мое отрочество с новыми мечтами. Можно увидеть в воспоминаниях о нем огромная эрудиция, всесторонняя культура. Меня поражало другое. Он не был поэтом, его увлекала политическая деятельность, но в нем жила необычайная любовь к искусству. Он как будто был неизменно настроен для восприятия тех неуловимых волн, которые проходят мимо ушей многих. Впоследствии, изредка с ним встречаясь, я пытался спорить. Его оценки мне были чужды. Но он был далек от желания навязать свои восприятия другим. Октябрьская революция поставила его на пост народного комиссара просвещения. И слов нет, он был добрым пастырем. Десятки раз я заявлял, что комиссариат просвещения должен быть беспристрастен в своем отношении к отдельным направлениям художественной жизни. Что касается вопроса формы, вкус народного комиссара и всех представителей власти не должен идти в расчет. Предоставить вольное развитие всем художественным лицам и группам, не позволить одному направлению затирать другое, вооружившись либо приобретенной традиционной славой, либо модным успехом. Обидно, что различные люди, ведущие искусством или им интересующиеся, редко вспоминают эти разумные слова. В 1933 году Луначарского назначили послом в Мадрид. Он приехал в Париж и слег. Я пришел к нему в гостиницу. Он понимал, что смерть близка и говорил об этом. Жена попыталась отвлечь его, но он спокойно ответил, смерть — серьезное дело. Это входит в жизнь. Нужно уметь умереть достойно. Помолчал он, добавил, вот искусство может научить и этому. Денег у меня было мало, и я считал, что тратиться на обед не стоит. Можно выпить кофе с молоком у цинковой стойки бара с пятью рогаликами. Все же иногда я шел в русскую столовку. Не голод меня гнал туда. Ностальгия. Помню две столовки. Эсеровскую на улице Гластьер, я называли так, потому что эсеры, родственники владельца фирмы Чай Высоцкого, жертвовали деньги на пропитание мигрантов, и беспартийную на улице Паскаля. В обеих было дешево, грязно, невкусно и тесно. Официант кричал повару «Энборщ и беточки, а вы каша!» Рыжая сэрка истерически повторяла, что если ей не дадут боевого задания, она покончит с собой. Большевик Гриша негодовал. Проходя мимо кафе Даркур, он увидел там Мартова. Вот как разлагаются опортунисты. Иногда устраивались балы. Сбор шел на пропаганду в России. Приглашали французских актеров. Бойко торговал буфет. Многие быстро напивались и нестройно пели хором «Как дело измены, как совесть тирана, осенняя ночка черна». Здесь же сводились счеты. Эмиграция была крохотным островком. На нем жили и в тесноте, и в обиде. Еще в тюрьме я понял, что ничего не знаю. Я записался вольнослушателем высшей школы социальных наук. Лекции мне казались бледными, малосодержательными, но я аккуратно все записывал в тетрадку. Вскоре я заметил, что из книг могу подчеркнуть куда больше, чем из лекций. Снова начались годы жадного чтения. Книги я брал в Тургеневской библиотеке. Ее судьба драматична. В 1875 году в Париже состоялось литературно-музыкальное утро с участием Тургенева, Глеба Успенского, Полины Виардо, поэта Курочкина. Тургенев распространял билеты, указывая, вырученные деньги будут употреблены на основании русской читальни для недостаточных студентов. Писатель пожертвовал библиотеке книги, некоторые со своими пометками на полях. Два поколения революционной эмиграции пользовались книгами Тургеневки и обогащали ее библиографическими редкостями. После революции библиотека продолжала существовать, только читатели изменились. В начале Второй мировой войны русские писатели-эмигранты передали свои архивы на хранение Тургеневской библиотеки. Один из ближайших сподвижников Гитлера, балтийский немец Розенберг, который считался ценителем Россики, вывез Тургеневскую библиотеку в Германию. В 1945 году, перед самым концом войны, незнакомый офицер принес мне мое письмо, посланное в 1913 году Цетлину, поэту Амари. Офицер рассказал, что на одной немецкой станции он видел распотрошенные ящики, русские книги, рукописи, письма валялись на земле. Он подобрал несколько писем Горького и, случайно заметив на истлевшем листке мою подпись, решил доставить мне удовольствие. Таков конец Тургеневской библиотеки. Порой я заглядывал в партийную библиотеку на Авеню де Гобеллен. Там можно было встретить знакомых. В полутемном сарае, среди паутины, газет и примятых шляп, люди подолгу спорили, не обращая внимания на Мирона, который негодовал товарища, ведь здесь библиотека. Иногда появлялся новичок из Петербурга или Москвы, его закидывали вопросами. Вести были невеселыми, реакция в России росла, охранка усердствовала, провал следовал за провалом. Говорили много про Азефа. Конечно, я никогда не соглашался с СССР, но меня пленяла романтика. Каляев, Сазонов. И вдруг выяснилось, что какой-то толстый, противный субъект решал судьбы и революционеров, и царских министров. На партийных собраниях продолжались бесконечные дискуссии. Недавно я прочитал в воспоминаниях Гопнер, что Ленин говорил о бесплодности эмигрантских дискуссий, где спорят люди, давно выбравшие свою позицию. Я сердился на себя, почему в Москве дискуссии меня увлекали, а здесь, где столько опытных партийных работников, я стяжел и скучаю. Я стал реже ходить на собрания. Попробовал я пойти на митинг французских социалистов. Выступал Жорес. Он изумительно говорил. Мне показалось, что я слышу нечто новое. Потом я понял, что дело было в таланте оратора. Он говорил, что труд, братство, гуманизм сильнее корысти правящего класса. Потрясал руками. В негодовании отстегнул крахмальный воротничок. В зале было нестерпимо жарко. После Жореса детский хор исполнил песню о страданиях чахоточного юноши, который не увидит восхода солнца. Потом потная толстая певица пела скабрезные куплеты про корсет, которые она потеряла в кабинете министра. Все развеселились. На эстраду вышли музыканты. Поспешно отодвигали скамейки. Начинался бал. Восемнадцатилетний русский юноша не танцевал. Он грустно шагал по старым парижским улицам и думал, гуманизм, пролетариат. И вдруг корсет. Париж мне нравился, но я не знал, как к нему подойти. Я пошел на выставку и ужаснулся. О живописи я не имел никакого представления. В моей московской комнате на стене висели открытки «Какой простор» и «Остров мертвых». Я думал, что картины должны быть со сложным сюжетом. А здесь художники изображали дон, дерево, того хуже – яблоки. В театре французской комедии знаменитый актер Муне Сюли играл царя Эдипа. Я признавал только художественный театр. Мне казалось, что на сцене все должно быть, как в жизни. Муне Сюли стоял неподвижно на месте, потом он сделал несколько шагов, снова остановился и зарычал, как ранен лев. «О, как темна наша жизнь!» Несколько лет спустя я понял, что он был большим актером. Но в то время я не знал, что такое искусство. И не выдержал, громко рассмеялся. Сидел я на галерке среди подлинных театралов и не успел опомниться, как оказался на улице с помятыми боками. По ночам я писал длинные письма в Москву. Отвечали мне коротко. Я выпал из игры, стал чужим. Несколько позднее, когда я возомнил себя поэтом, в ученических бледных стихах я признавался, как я грущу по русским зимам, каким навек недостижимым мне кажется и первый снег, и санок окрыленный бег. Как радостна весна родная, и в небе мутном облака, и эта взбухшая большая, оковырвущая река. И столько близкого и милого в словах Арбат Дорогомилова. Обращаясь к России, я говорил, если я когда-нибудь увижу снова две сосны надпись Вержболова, мутный ласковый весенний день, алый снег и горечь деревень, я пойму, как пред тобой я нищий мал, как себя я в эти годы растерял. Стихи плохие, неловко их переписывать, но они довольно точно выражают душевное состояние тех лет. Я вспомнил сейчас 1949 год, когда некоторые меня называли космополитом. Действительно, лучшую мишень трудно было найти. Помимо всего прочего, я долго прожил в Париже и по нужде, и по доброй воле. Тогда многие любили говорить, о беспатчпортных бродягах. Справка о прописке казалась чуть ли не решающей. А ведь чувство Родины особенно обостряется на чужбине. Да и видишь многое лучше. Гейне создал зимнюю сказку в Париже. Там же Тургенев писал отцы и дети. Над мертвыми душами Гоголь работал в Риме. Тютчев писал о России в Мюнхене. Ромэн Ролано Франции в Швейцарии. Ипсен о Норвегии в Германии. Триндберг о Швеции во Франции. Дело Артамоновых. Написано Виталий. И так далее. Помню слова, однажды оброненные. Эренбургу пора понять, что он ест русский хлеб, а не парижские каштаны. В Париже, когда мне приходилось трудно, я действительно покупал на улице у продымленного оверньяка горячие каштаны. Стоили они всего два су, согревали иззявшие руки и обманчиво насыщали. Я ел каштаны и думал о России, не о ее калачах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!